Из этих огней был виден Бай Юньфой, в другом свете, Сиа Ци. А что там делает партнер, духовный зверь Юньфая? Громко спросил Чуэн Тянь, держись. Их ауры на уровне Императора Духа на средней стадии. Остальные тоже ахнули. Все понимали, что ауры Бай Юньфая и Сиа Ци теперь находились на уровне Императора Духа на средней стадии. Они были всего лишь уровня Императора Духа на ранней стадии два дня назад, как же это возможно, что они смогли так быстро продвинуться вперед? Свет, содержащий Бай Юньфой и Сиа Ци, мигнул, исчезнув из существования только для того, чтобы снова появиться на земле в следующий момент. Юньфой Тан Синьюн вскрикнула от радости. Если бы не присутствие стольких сеньоров, она бросилась бы в его объятия, чтобы обнять его. Сказать, что она волновалась за Бай Юньфой, а последние два дня было бы преуменьшением. Все сразу столпились вокруг него. Юньфой первым заговорил Чуэн Тянь. Бай Юньфой кивнул. Старейшины, милостью предка я смог получить некоторые знания и продвинуться на определенную стадию в своем обучении. Как поживает мой сеньор? Почему же он не вернулся? Удалось ему это или нет? Пожалуйста, успокойтесь. Наш предок успешно вознесся к святости. Ему нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к своим новым силам. Может быть, пройдет еще несколько дней, прежде чем он закончит. Он он это сделал. Он действительно стал святым. Чуэн Тянь был в восторге, услышав это подтверждение. Финал немного отличался от того, что он помнил из записей, но в конце концов его сеньор действительно преуспел. Новость о триумфе Бай Юньфой распространилась быстро. Вскоре вся школа узнала об успехе и стала праздновать его всерьез. Теперь, когда они знали, что с Шинь Паюном все в порядке, группа могла наконец покинуть площадь. Школа могла вернуться к некоторому подобию нормальной жизни, пока они ждали возвращения Шинь Паюна. Однажды после ночи отдыха и утреннего приветствия Тансинь Юньпозже, Бай Юньфой отправился в мир ядра. Хану и результат. Мы не только помогли прорыву предка, но и сумели стать сильнее сами. Интересно, смогу ли я создать духовное оружие небесного класса верхнего грейда? Увеличение сил, которые он получил за последние два дня, было приятным сюрпризом, учитывая обстоятельства. Но среди этих сюрпризов было новое понимание закона огня и того, как его использовать. С этой мыслью Бай Юньфой достал серию материалов. Это было время для него, чтобы создать духовное оружие Личинфына с предметами, которые он получил. Немного очистив свой разум, Бай Юньфой еще немного подумал о том, какие другие материалы он должен использовать, прежде чем принять решение. Горн двойного пламени возник на земле и заревел, когда Бай Юньфой приготовился приступить к работе. Гора Бай Юньфой была залита элементальным огнем. Постепенно золотистый и оранжевый свет начал появляться внутри красного, приобретая достаточную интенсивность, чтобы не было видно даже силуэта горы. И вот наконец-то. Бум! Ослепительный взрыв красного, оранжевого и золотого света затопил небеса с ужасающей интенсивностью. Гора еще раз вздрогнула от удара, но теперь силуэт был виден снова. Горн двойного пламени был потушен, и второе семя пламени вернулось в тело Бай Юньфыя. И все же он сидел с закрытыми глазами, словно медитируя. Еще несколько минут и он откроет глаза. Как говорится в записях, Пирийский метеорит содержит сырую сущность закона огня. Это позор, там всего лишь немного, возможно, я мог бы стать императором духа на поздней стадии, если бы. Он с сожалением вздохнул про себя. Работа с Пирийским метеоритом дала ему немалый опыт, но это было слишком много, чтобы просить о нем, учитывая то, что он только что пережил. Читайте Ранабе-специалист по апгрейду из другого мира на Ранабелипру. Он снова обратил свое внимание на Горн. Сгорая от нетерпения, он взмахнул рукой и вызвал к себе шар красного света из Горна. Схватившись за предмет внутри света, Бай Юньфэй с довольным выражением лица осмотрел духовное оружие. Клинок духовного оружия был полностью алым. В форме меча из династии Тан или Катаны, он был довольно длинным и источал блестящее тепло от него. Ли Чинфэн попросил меч, но на полпути к созданию, Бай Юньфэй понял, что метеорит не был пригоден для обоюдоострого меча, как это было принято в этом мире, и таким образом превратил его в более тонкий и гладкий дизайн. Довольный своей работой, Бай Юньфэй кивнул апгрейд. Впоследствии, класс предмета. Небесный, верхний грейд, элементальное сродство. Огонь, металл, земля, уровень апгрейда. Плюс 11 урон. 6600 дополнительный урон. 4300 духовная совместимость. 30% особый эффект 1. Увеличивает урон на 30% против противников элементов дерева, металла и воды. Особый эффект 2. Наносит ожог при ударе. Жертва будет получать непрерывный урон и все раны бужу заживать дольше. Особый эффект 3. Снижает расход духовной силы на 30% при использовании элемента огня. На 20% увеличивает урон атаки элемента огня. 10% шанс призвать силу закона огня. Плюс 10 дополнительный эффект. 10% шанс вызвать метеорит при атаке. Перезарядка. 10 минут. Требуется для улучшения. 400 зарядов души. Бай Юньфой с любопытством посмотрел на характеристики меча. Метеорит. Я никогда не видел такого эффекта. Разве он действительно вызывает метеорит сверху? Эффекты снаряжения уже были довольно сильными, учитывая, что он мог увеличить атаки, выполненные на несколько типов врагов. Третий эффект снаряжения, где можно было применить закон огня, был особенно захватывающим. Это был дополнительный эффект плюс 10, который был самым странным. Он никогда раньше не видел такого эффекта. Тогда давай попробуем. Отложив горн, Бай Юньфой встал и подошел к краю горы. Выглянув из-за утеса, он заставил камень-ядро послать на него ветряное лезвие. Бах-бах-бах. Когда он взмахнул мечом, из него вылетело несколько красных полос. Он с ликованием наблюдал, как лопасти ветра разошлись в стороны и часть его духовной силы внезапно просочился в духовное оружие, показывая, что эффект активизировался. Бызы внезапно над головой вспыхнула яркая оранжевая вспышка. Он обрушился на землю перед ним с сокрушительной силой, прежде чем Бай Юньфой смог убедиться, что метеорит действительно ударился о землю. Бездна. Это действительно был метеорит. Бай Юньфой громко выругался. Но затем камень-ядро сказал ему, что метеорит был физическим проявлением элементальной земли, а не метеоритом из-за пределов мира. Излишне говорить, что Бай Юньфой был доволен таким ярким эффектом, как этот. Он почти не хотел отдавать его личинфыну, но сделка есть сделка. Ладно, я буду звать тебя метеоритный удар. Вскоре после этого Бай Юньфой покинул мир ядра. С тех пор, как он впервые вошел туда, прошел целый день и ночь, но это не помешало Бай Юньфойу найти личинфына и неохотно дать ему обещанное духовное оружие. Излишне говорить, что личинфын был доволен результатом работы. Прошел еще один день, ознаменовавший тот день, которого с нетерпением ждал каждый ремесленник. Возвращение Шэнь Паюна. Это случилось, когда Бай Юньфой прибыл в большой зал, чтобы обсудить некоторые вопросы. Все, кто был королем духа или сильнее, уже собрались здесь. Это был не только праздник для всей школы, но и собрание сильнейших представителей школы ремесла для обсуждения некоторых важных дел. Глава 1250. Цель – школа ветра и молнии. Бай Юньфой заметил в Шэнь Паюне одну особенность, особенно когда впервые увидел этого человека. Дело было не только в том, что аура Шэнь Паюна была намного более яркой, чем раньше, или что он был намного более собранным. Если уж на то пошло, Бай Юньфой едва ли даже мог видеть, был ли этот человек сильнее, чем раньше. Но если и было что-то, что он должен был заметить, так это то, что Шэнь Паюн теперь испускал то же самое ощущение, что и Святой Морозное Перо. То же самое ощущение дал Святой Морозное Перо, когда их пути разделились, а не когда они впервые встретились. Святой Морозное Перо был невероятно силен, когда он вновь обрел свободу, и это было даже не его самое сильное состояние. В конце концов, Святой Морозное Перо решил отплатить Бай Юньфую, позволив ему испытать, каково это, манипулировать энергией Хаоса, и открыл ему путь к пониманию закона Хаоса, что в конечном итоге помогло ему совершенствоваться. В свою очередь, именно эти переживания Бай Юньфая смог передать Шэнь Паюн. Это было то же самое чувство, которое испытывал Бай Юньфая от Шэнь Паюна в этот момент. И что это значит? Это не означало, что Шэнь Паюн был просто недавно вознесшимся до уровня святого. Это означало, что человек получил большое просветление о том, как манипулировать энергией Хаоса и законом Хаоса, чтобы безмерно поднять себя еще раз. Понимая, что его помощь принесла предку больше пользы, чем он ожидал, Бай Юньфой почтительно поклонился. Предок, будьте спокойны. Шэнь Паюн улыбнулся. Пожалуйста, присаживайся, Юньфой. Сказать, что Шэнь Паюн был доволен новым и предстоящим ремесленником, Бай Юньфой им было бы преуменьшением. Он знал, что без помощи Бай Юньфая очень возможно, что он не смог бы стоять здесь сегодня. Всего за четыре дня консолидации своих новых сил Шэнь Паюн смог получить даже лучшее понимание энергии Хаоса, чем обычный святой на ранней стадии развития. Даже его фундаментальные знания о законе Хаоса очень пригодятся ему в будущем. Это была одна из причин, почему он мог оставаться в хаотическом пространстве так долго, как он это делал. Обычно только что новоиспеченный святой мог выдержать в лучшем случае полдня, прежде чем наполниться энергией Хаоса и начать с ней знакомиться. Теперь в залах собрались десятки людей. Даже Сун Лини несколько других многообещающих учеников были там, чтобы Шэнь Паюн мог взглянуть на них. С каждым учеником Шэнь Паюн оценивающий кивал головой. Все разговоры стихли, когда Шэнь Паюн огляделся вокруг. Никто не осмеливался издать ни звука, когда он смотрел на них. Шэнь Паюн улыбнулся. Мне действительно приятно видеть свою школу такой процветающей. Но сделал паузу он. Сегодня мы собрались для беседы. Я знаком с конфликтом, который охватил наш континент. Я хотел бы, чтобы школа ремесла стояла нейтрально в этом конфликте, но времена изменились. С миром духовных практиков в такой беде будут фракции, которые примут нашу позицию за мягкую и нападут на нас. Мы можем защитить себя, но независимо от этого, это не тот курс действий, который я надеюсь продолжить. Наша школа ремесла дремлет уже много лет, и, возможно, пришло время нам, наконец, пробудиться от этого сна. Пришло время показать тем, кто хотел бы причинить нам вред, как они будут страдать вместо этого. Мы не остановимся только на тех людях, которые напали на нас. Речь Шэнь Паюна начала пробуждать волнение в сердцах всех присутствующих. Его слова наполняли их всех огромным вдохновением. Наши враги на этот раз – школа ветра и молнии и школа очищения духа. Мы знаем, что школа очищения духа находится в затерянном болоте, но найти их местоположение будет непросто. С другой стороны, школа ветра и молнии – это совсем другая история. Чтобы они не сделали с нами, мы сделаем с ними. По моей воле, школа ветра и молнии будет атакована и разрушена до основания. Весь зал был залит потоком убийственных намерений, загоняя всех туда, где они стояли. Уничтожить одну из десять великих школ – школу ветра и молнии – и полностью. Хотя это было нелепое утверждение, само понятие этого также наполняло всех ремесленников непреодолимым мужеством. Да, если школа ветра и молнии была настолько глупа, чтобы напасть на их школу, то они не видели причин, почему они не должны были угостить их своим собственным лекарством. Несколько человек начали вступать в дискуссию. Это была слишком большая сенсация, чтобы ее не обсуждать. Но возражений не было, очевидно, многие из них сами пришли к такому же мнению. За последние несколько десятилетий школа ремесла действительно не получила широкого распространения. Едва ли кто-либо из ремесленников бродил по миру, и еще меньше из них занимали позицию в каком-либо конкретном конфликте в мире духовных практиков. У них никогда не было никаких обид, но теперь, когда враг осмелился напасть на их собственную школу подобным образом, Ремесленники все поняли, что они должны были ответить или быть боксерской грушей. Они убили всех нападавших в последней битве, но этого было недостаточно. Был сделан долг и выплачен первоначальный взнос, но не остаток. Остальная часть долга была до остальной части школы ветра и молнии, чтобы заплатить. Если бы не заявление Шэнь Паюна, школа ремесла, скорее всего, решила бы лелеять свои раны и планировать свою месть на другое время. Но так как Шэнь Паюн был здесь и он стал святым, не было никакой необходимости ждать. Не было никакой необходимости планировать их месть. Они могли бы просто напасть прямо сейчас и атаковать. Читайте Ранабы, специалист по апгрейду из другого мира на Ранабилипру слова Шэнь Паюна сразу же заставили толпу замолчать. И вот я здесь сегодня, чтобы обсудить, кто будет сопровождать меня, а кто останется. Хотя не должно остаться никого, кто осмелится напасть на нас сейчас. Мы не можем слишком много расслабляться. В толпе воцарилось спокойное молчание. Все с тревогой смотрели на Шэнь Паюна, надеясь, что они окажутся среди тех, кого он возьмет с собой. Затем заговорил Байюнь Фэй. Предок, твой ученик хочет что-то сказать. А есть ли какие-то возражения? Твой ученик просто верит, что если все хотят идти, то мы можем идти все вместе. Что? Это был вопрос, который был задан шепотом, но заставил замолчать всех, как будто это было утверждение. Все замерли, глядя на Байюнь Фэя. Я имею в виду все. Улыбнулся Байюнь Фэй. Не только те, что в коридорах, но и вся школа. Если мы беспокоимся о безопасности нашей школы, когда мы выходим, то мы можем также взять школу с нами. Вы же не хотите сказать? В глазах Шэнь Паюна мелькнула догадка. Чтобы взять всех в камень ядро. Именно. Я мог бы принести все из Багровой горы в мир ядра. Таким образом, нам не придется беспокоиться о защите школы в наше отсутствие и вернуть всех после этого. От его слов зал словно лишился дара речи. А это возможно. Шэнь Паюн тоже был поражен громом. Когда-то я переместил весь город я в мир ядра. И теперь, когда моя сила намного больше, я уверен, что смогу переместить Багровую гору в мир ядра, пока предок рядом, чтобы помочь мне. Ха-ха. Чуэнь Тянь не удержался и громко расхохотался. Я никогда не думал, что существует такой метод. Тогда давайте начнем. Школа ветра и молнии имеет долг, чтобы заплатить. Новость прокатилась по континенту подобно ударной волне и ошеломила всех, кто ее услышал. В каждую информацию было гораздо труднее поверить, чем в предыдущую. Школа ветра и молнии и школа очищения духа имели армию мощных существ. Десятки королей духа и десятки императоров духа собрались вместе, чтобы атаковать школу ремесла. В школе очищения духа был даже давно отсутствующий Гулинхун, который, несмотря на то, что был аватаром, также был святым. Это была сильная армия, но у школы ремесла был не менее мощный авангард, чтобы защитить их. Специалисты вышли из десятилетий медитации, чтобы защитить школу. Даже Шэнь Паюн – человек, который был близок к тому, чтобы стать святым. Несмотря на блестящую оборонительную мощь, школа ремесла оказалась в невыгодном положении. У школы очищение духа был святой, даже если это был аватар. Но даже такой аватар, как этот, был бы слишком велик для Шэнь Паюна, чтобы сражаться. Учитывая шансы, можно было с уверенностью сказать, что школа ремесла проиграет. Но все закончилось совсем не так. Мало того, что школа ремесла выиграла, они выиграли с огромным отрывом. Гулинхун проиграл. Спасаясь буквально с горсткой людей на буксире, Гулинхун сумел спастись, но все остальные объединенные силы впоследствии погибли от рук ремесленников. Даже Дон Ванли не смог выжить. Детали сражения были неизвестны остальному миру из-за противоречивой или спекулятивной информации, но все были уверены в конечном результате. Одна из немногих вещей, которые они знали, была та, что ключевые поворотные моменты битвы был связан с Баюнфоем, но это было то, что только лорд-наместник города Алого Пламени узнал после посещения школы. Это было так же, когда стало известно о том, что случилось с школой воды. Затем все услышали, что Баюнфой не только пошел на помощь школе воды, но также сражался и убил Юэкуанфына из школы ветра и молнии, прежде чем вернуться в школу ремесла, чтобы сражаться там несколько дней спустя. В одной части информации появился Баюнфой. Вдругом Баюнфой появился снова. Бесчисленные слухи и предположения начали летать, когда все попытались выяснить, что же дальше будет делать школа ремесла. Это было незадолго до того, как новости из города Алого Пламени начали распространяться по всему континенту. Школа ремесла и Багровая гора исчезли. Вся Багровая гора исчезла. Только гигантский кратер остался на том месте, как будто он был поглощен чем-то. И не было ни одного ремесленника, который мог бы хоть как-то объяснить это исчезновение. Глава 1251. Еджицу в опасности. В южных провинциях континента. Город Фризия, провинция Желтая река. Четыре фигуры шли по оживленным улицам города. Двое мужчин, две женщины. Они не были незаметной группой. У одного из мужчин было красивое лицо, которое привлекало восхищенные взгляды многих женщин. И обе женщины были одинаково привлекательны для бесчисленных мужчин-путешественников на этой улице. Бай Юнь Фэй взглянул на Ли Чин Фына. Чин Фын. Кисло усмехнулся он. Ты не имеешь права быть таким красивым, как сейчас. Сейчас я чувствую себя дворецким передученым. Если бы я знал раньше, я бы изменил свое лицо. Хуан Фу Жуй решила тогда обернуться, чтобы утешить Бай Юнь Фэя. Не расстраивайся так, брат Юнь Фэй. Она засмеялась. Ты самый красивый в моих глазах, брат Чин Фын даже не может сравниться. Ха-ха, спасибо за твои слова, я просто знал. Ух ты. Посмотри вон на ту обезьянку. Сестренка Юнь, давай посмотрим. Эта обезьяна такая милая. Это даже симпатичнее, чем Ся Жау Жау. И Хуан Фу Жуй уже была заинтересована чем-то другим, даже не услышав слов Бай Юнь Фэя. Она уже тащила Тан Син Юнь с собой, чтобы посмотреть на происходящее рядом обезьянье шоу, в то время как Алый Магибар следовал за ней. Бай Юнь Фэй остался стоять там, приложив руку к голове. Прошло уже два дня с тех пор, как Шэнь Паюн объявил, что школа будет атаковать школу ветра и молнии. За эти два дня Бай Юнь Фэй сумел выкорчевать всю школу ремесла в мир ядра с помощью Шэнь Паюна. Это заняло всего один день. На следующее утро Бай Юнь Фэй использовал камень-ядро, чтобы перенести их через континент в ускоренном темпе. И вот теперь группа находилась в провинции Желтой реки, провинции, которая еще не слышала об исчезновении школы ремесла. Школа воздуха и молнии была расположена в провинции Черной реки, соседней провинции, в которой они находились в настоящее время. Еще одна причина, по которой Бай Юнь Фэй был здесь, в этом городе, чтобы он мог видеть семью Е, в частности, Еджицу. У них было много общего. Они поступили в одну и ту же школу в одно и то же время, имели хорошую дружбу и были одинаково талантливы. Хотя у него не было несравненной королевской пилюли, чтобы помочь ему, Еджицу смог стать королем духа на ранней стадии по своим собственным заслугам только в прошлом году. Он должен был уехать домой за два месяца до этого, так что Бай Юнь Фэй еще не видел его, когда он вернулся в школу. Поэтому было бы очень приятно встретиться с ним здесь и посмотреть, как он справляется. На данный момент вся школа ремесла была перенесена Бай Юнь Фэем. Они все были в мире ядра и были заняты подготовкой к войне, в то время как Бай Юнь Фэй путешествовал снаружи с Тан Синь Юнь Ли Чин Фэном и Хуан Фу Жуй. Что же касается Хуан Фу Жуй, то молодая женщина сильно изменилась с тех пор, как очнулась. Физически она уже не была такой юной и наивной, как раньше, а стала более красивой, что соответствовало ее возрасту. Мысленно она говорила гораздо красноречивее, чем прежде, к всеобщему восторгу. Она даже больше не называла Бай Юнь Фэй а братец Шляпа, предпочитая называть его брат Юнь Фэй. Город Фризия был не очень большим, но семья Е все еще были довольно большой семьей, поэтому потребовалось очень мало времени или энергии для группы, чтобы найти их основное место жительства. Они остановились перед главным входом, но нигде не увидели ни охранника, ни рабочего. Весь вход выглядел мрачным. Бай Юнь Фэй был сбит с толку. Постучав в дверь, он подождал, пока молодая служанка чуть приоткрыла ее. Что-то случилось, сеньор, спросила она. Мы друзья Ечжицу. Бай Юнь Фэй представил их. Мы пришли, чтобы нанести ему визит, если бы вы могли сказать ему это. Друзья мастера Чжицу. Глаза служанки чуть расширились. Мне очень жаль, сеньор. Мастера Чжицу сейчас нет дома, и дом в данный момент не принимает никаких гостей. Пожалуйста, приходите в другой раз. И прежде чем он успел заговорить, служанка вернулась в дом и закрыла за собой дверь. Хорошо. Похоже, его нет дома. Бай Юнь Фэй снова повернулся лицом к Тан Синьюнь. А что случилось с его семьей? Не принимают гостей? Что-то случилось. Как ты думаешь, Ечжицу уже возвращается в школу? Вполне возможно. Бай Юнь Фэй кивнул. Весть о битве уже должна была дойти до этой провинции. Я уверен, что Ечжицу узнал бы об этом и помчался обратно. Мы, должно быть, разминулись тогда. Интересно, как он отреагирует, когда обнаружит, что школа полностью исчезла. Ха-ха. Но раз уж это так, давайте пойдем в школу ветра и молнии. И вот вся группа обернулась. Если Ечжицу не было здесь, то их дела во Фрезии были почти завершены. Медленно, но верно они двигались по улицам, чтобы добраться до немного отдаленной части города. Прежде чем остановиться, их чувства уловили тот факт, что кто-то следил за ними. Хвост – не самое удачное слово, скорее погоня. Практически в панике, этот человек, казалось, бежал прямо на них. Судя по ауре, этот человек был только предком духа. Человек быстро повернул за угол и появился в поле зрения. Это была просто молодая девушка, чье лицо было наполнено безумной тревогой. Она просияла, увидев группу Байюньфэя, и поспешно подбежала поближе. Читайте Ранабэй, специалист по апгрейду из другого мира на Ранабэлипру. Даже не дожидаясь, пока Байюньфэй спросит, кто она такая, девушка сразу же начала говорить. Вы, вы друзья моего брата, верно. Вы пришли повидаться с ним, твой брат, повторил Байюньфэй. Ты сестра Еджицу? Так и есть. Она ответила, я Еджи Юнь. Вы ребята действительно должны быть друзьями моего брата. А теперь сделай глубокий вдох, что случилось. Я, Байюньфэй, сокурсник твоего брата. Как? Байюньфэй, ты же Байюньфэй. Теперь в ее голосе едва можно было сдержать волнение. Она упала на землю в глубоком унижении. Старший брат Бай, пожалуйста, пожалуйста, спаси моего брата. Он же, он же. Пораженный, Байюньфэй махнул рукой, чтобы девушка снова встала на ноги. Что? Что происходит? Что случилось с твоим братом? Спросил он. Он был, он был заключен в тюрьму. Он был заточен в нашем поместье, нашим отцом, наш отец. Он изменился. Я не знаю, почему он вдруг превратился в такого страшного человека и мучает его. Пожалуйста, спасите его. Я, я умоляю тебя. Как же так? Потрясенный, Байюньфэй снова обратил свое внимание на то место, где находилась усадьба семьи Е, и послал туда сильный всплеск духовной силы. Вот сволочь. Через несколько мгновений Байюньфэй взорвался от необузданной ярости. В одно мгновение он исчез, а камень ядро сразу же увез его из этого места. Моргнув один раз, личинфы наглянулся на остальных. Давай сразу же вернемся к Е. Да, сеньор, в одной из потайных комнат глубоко под землей, в комнате стоял затхлый запах. В этой комнате было особенно темно и почти не было мебели и украшений. Брызги крови окрашивали землю в отвратительный красновато-черный цвет, что означало, что большая часть крови уже была там некоторое время. Один человек был привязан к одной из стен так, что обе руки были подвешены на цепях. Страшные раны покрывали тело этого человека, и можно было видеть, что обильное количество крови все еще капало с их тела. Несмотря на то, что он был таким кровавым, любой все равно смог бы узнать этого человека, как Е. На самом деле в этой комнате был еще один человек. Перед ним стоял желтолицый человек в черной мантеле. Щелкнув пальцами, человек вызвал черный хлыстоподобный свет, чтобы ударить Е. Чжицу, открыв новую рану на его теле. Хех, какой же ты упрямый сопляк. Я признаю, что ты нечто другое. Смерть заберет тебя прежде, чем ты раскроешь нам искусство создания духовных предметов или любой другой секрет. Забудь об этом, тогда нам просто придется использовать кукольный театр души и использовать все, что мы получаем. Он устал мучить Е. Чжицу без каких-либо результатов. Повернувшись, он начал выходить из комнаты, чтобы подготовиться к следующему акту. Затем трещина открылась внутри комнаты, позволяя человеку сразу же пройти через нее. Человек появился так быстро в комнате, что мужчина едва успел действовать. Вспыхнув, король духа на средней стадии приготовился к бою. Но Байюньфой был быстрее. Все, что нужно было сделать Байюньфою, это помахать правой рукой, и противник обнаружил, что совершенно не может двигаться. Не в силах сопротивляться силам, действующим на его тело, король духа почувствовал, что его духовная сила была вынуждена успокоиться, прежде чем он был брошен через всю комнату. Бум. Он врезался в самую дальнюю от себя стену и оставил в ней кратер, прежде чем без сознания соскользнуть на землю. Не обращая внимания на труп на земле, Байюньфой повернулся к Ейчжицу. Защелкнув наручники на руках, Байюньфой быстро помог мужчине подняться на ноги. Послав свою собственную духовную силу в раненого человека, Байюньфой быстро снял все блокировки на его акупунктурных точках и накормил Ейчжицу таблеткой. «Как ты себя чувствуешь, Чжицу?» Спросил он, увидев некоторые улучшения. Юн. Юньфой. Пробормотал Ейчжицу. Его голова все еще была ошеломлена после пыток, но его глаза все еще могли узнать Байюньфой. Он попытался еще что-то сказать, но единственное, чего добился, это чтобы из его рта вытекло еще больше крови. «Пока помолчи, подожди, пока твои раны не заживут!» Шикнув на мужчину, Байюньфой осторожно усадил его обратно на землю. Как только он убедился, что Ейчжицу был в безопасности и в хорошем состоянии, он встал. Бум. Дверь в комнату резко взорвалась, осыпая комнату осколками, когда две фигуры ворвались в помещение. Глава 1252. Изменения в семье Е. Эфух. В дверной проем сразу же ударили две черные струи света. Один из них бросил в Байюньфой что-то темно-зеленое и рассыпался в разные стороны, как щебень или песок. Это было какое-то духовное оружие, похожее на иглу, и довольно сильное, основанное на излучаемой имауре. Не останавливаясь ни на секунду, Байюньфой поднял правую руку и остановил духовное оружие. С щелчком, духовное оружие сверкнуло против его перчатки и было поймано без особых усилий. Трещина его пальцы сразу же ухватились за духовное оружие. Сжимая его в своей ладони, Байюньфой приложил ровно столько силы, чтобы раздавить его на куски. Хррррр. Болезненный крик вырвался из одной из струй света. Это духовное оружие на самом деле было тем, которое человек использовал годами. Это было его духовное оружие, связанное с душой, и разрушение его нанесло большой ущерб его душе. Еще секунда и эти двое уже были полностью видны в комнате. Они были одеты точно так же, как и первый. Первый человек был остробородым старейшиной королем духа на ранней стадии, в то время как второй был невысоким мужчиной средних лет пророк духа на поздней стадии. Сломанное духовное оружие принадлежало первому человеку. Как бы ни была сильна их первоначальная атака, ее импульс угас в тот момент, когда она потерпела неудачу. В ответ обе руки Байюньфой вспыхнули огнем, чтобы он мог быстро контратаковать противника. Еще два глухих удара, и двое мужчин врезались в стену точно так же, как это сделал их товарищ. И точно так же, как их товарищ, эти двое мужчин были без сознания к тому времени, когда они упали на пол. Одной рукой поддерживая Еджицу, Байюньфой связал троих мужчин вместе и приготовился покинуть это место. Его духовное зрение подсказывало ему, что наверху что-то зашевелилось, но слух уже подсказывал ему, что к нему приближаются чьи-то шаги. Господин Еджицу, две группы наткнулись друг на друга, когда Байюньфой только что вышел из подземелья и ступил на солнечный свет. Охранники окружили его со всех сторон, каждый из них был удивлен, увидев Байюньфой и троих без сознания позади него. Они выглядели неуверенными, как будто не были уверены, что делать в этом случае. Судя по выражению их лиц, Байюньфой решил, что эти люди должны были знать, что случилось с Еджицу все это время. Его гнев снова вспыхнул в нежелании говорить с ними. Сделав шаг вперед, он решил двигаться вперед, как будто их там вообще не было. Один шаг от него и все стражники замерли на месте, как статуи. Они могли только смотреть в бесполезном ужасе, как Байюньфой шагал к главному залу поместья семьи Е. Байюньфой столкнулся со многими людьми на своем пути, охранниками, слугами, горничными и другими служащими. Но никто не осмелился преградить ему путь, так что он смог быстро войти в зал, прежде чем посмотрел вверх, в конец зала. Кто посмел ворваться в мое поместье? Твоя голова покатится за это. Яростный рев эхом разнесся по залу, когда багровый луч света выстрелил в Байюньфая. Это был король духа с багрово-красным клинком, готовый отрубить голову Байюньфою. Прищурившись, Байюньфой приготовился отпустить три тела, чтобы разобраться с этим человеком, когда Е. Чжицу вдруг закричал. Юньфой, подожди, он же мой отец. Что? Его правый кулак замер в воздухе на долю секунды, прежде чем он решил отклонить клинок и нанести удар в грудь приближающегося человека. Ударив мужчину кулаком в спину, он увидел, как фигура отступила на несколько шагов, прежде чем рухнуть на землю. Не теряя времени, Байюньфой быстро шагнул вперед, чтобы заблокировать его акупунктурные точки, чтобы помешать ему делать что-либо еще. Милорд. Многие из слуг в ужасе вскрикнули, увидев, что этот человек так легко выходит из строя. Ужас, который они испытывали перед Байюньфой, внезапно резко возрос. Его духовное зрение говорило ему, что Личинфын и другие уже были здесь, поэтому Байюньфой решил подождать. Он не сводил глаз с человека, которого Е. Чжицу назвал своим отцом. Братец. Читайте Ранабы. Специалист по апгрейду из другого мира на Ранабилипру кто-то закричал у входа в зал. Е. Чжиун бежала через залы, чтобы добраться до своего брата, в то время как Личинфын и другие вскоре последовали за ним. Помогая Е. Чжицу сесть на ближайший стул, Байюньфой спросил. Как ты себя чувствуешь? Этот человек выглядел гораздо лучше, чем раньше, но все же ему потребовалось некоторое усилие, чтобы покачать головой. Нет ничего такого, что хороший отдых не исцелит. Спасибо, что спас меня, Юньфой. Друзья не должны быть так вежливы друг с другом. Байюньфой сочувственно хлопнул его по плечу. А теперь не могли бы вы сказать мне, что происходит. Я вижу, что эти трое из школы очищения духа, почему они? Он не закончил свои слова, но его глаза остановились на отце Е. Чжицу, Е. Чине. Судя по тому, как он смотрел на это, между ними существовала какая-то связь. На лице Е. Чжицу появилось удрученное выражение. Да, они из школы очищения духа. Я никогда не знала, что мой отец будет ух. Байюньфой молчал. Решив больше не задавать вопросов Е. Чжицу, он схватил мужчину средних лет и сразу же схватил его за голову левой рукой. Какой же у вас тут заговор? Прорычал он и сразу же браслет очарования засветился, когда Байюньфой вошел в пространство души мужчины. Он сканировал его душу. Сопротивления не было, как и следовало ожидать от разницы в силе. Мужчина содрогнулся, когда воспоминания насильно вытянулись из его души, и вскоре его глаза закатились к затылку, а аура исчезла. Байюньфой убрал руку, и мертвый человек рухнул на землю. Он ничего не сказал, пока обрабатывал только что полученную информацию. Вскоре он повернулся к королю духа на ранней стадии, который только что очнулся, чтобы повторить этот процесс. Второй труп упал на землю, но Байюньфой все еще не был удовлетворен. Он повернулся к последнему, к пророку духа. Как только он протянул свою руку, погоди, не убивай меня, я буду говорить, я буду говорить, а мне все равно, ответил Байюньфой, ударив рукой по голове мужчины и ударив его насмерть. Он уже получил то, что хотел, и не было никакого способа, чтобы информация от пророка духа была полезней, чем то, что он получил от короля духа. Держать его в живых было бессмысленно, а убийство члена школы очищения духа имело только выгоду вместо ущерба. Каждый работник в поместье Е был охвачен ужасом, увидев, как Байюньфой безжалостно убивает трех членов школы очищения духа. Никто не смел сказать ни слова, даже Е Чжи Юнь, которая решила спрятаться за своим братом и съежиться. Прочесав воспоминания двух королей духа, Байюньфой имел более или менее хорошие представления обо всем этом, например, о том, почему все пошло так, как пошло в семье Е. Как оказалось, на самом деле семья Е уже некоторое время находился в поле зрения школы очищения духа. Они завербовали Е Чжи на более 10 лет назад и планировали сделать его предателем для своих планов. Но затем, когда Е Чжи Цу присоединился к школе ремесла, школа очищения духа решила изменить эти планы и подождать, пока он не станет достаточно опытным в ремесле, прежде чем украсть у него секреты. Желтолицый человек был ответственным за это и решил начать планы извлечь секреты, когда Е Чжи Цу вернулся домой два месяца назад. Это было счастье, что Байюньфой теперь был здесь во все времена. План должен был быть отменен, когда атака на школу ремесла потерпела неудачу, но школа очищения духа забыла об их работе с семьей и не смогла дать Желтолицому никаких дополнительных инструкций. В своей панике по поводу того, что происходит со школой, этот человек планировал просто использовать кукольный театр души, чтобы получить то, что он хотел, прежде чем вернуться в школу. Кукольный театр души не всегда был лучшей техникой для использования. Это была техника, которая разрушала чувство собственного «я» и разрушала воспоминания. Основываясь на своем навыке с ним, они могли контролировать действия человека, но не обязательно получать все знания, которые они хотели. Для этого члена школы очищения духа техника кукольный театр души было чем-то вроде последнего средства. Собравшись с мыслями, Бай Юньфой вздохнул. Джицу, твой отец, он будучи под контролем, кукловодов школы очищения духа, он уже не такой, каким был раньше. Ей Джицу резко упал, скорбь наполнила его тело от этой новости. Он думал, что был готов к этому, но слышать это все равно было больно. Есть ли способ спасти моего отца, Юньфой? Бай Юньфой покачал головой. Кукольный театр души, это темная техника, я никогда не находил способа ее развеять. Затем внезапно раздался любопытный голос Хуан Фужуя. Брат Юньфой, этот дядя, кажется, контролируется, должна ли я, должна ли я спасти его? Глава 1253. Особая сила Хуан Фужуй. Что? Формулировка ее вопроса заставила Бай Юньфой сделать небольшую паузу. Он повернулся и уставился на Хуан Фужуй. Именно то, как она задала этот вопрос, привело его в такое замешательство. Любопытствуя, Бай Юньфой не смог удержаться, чтобы не спросить девушку Ся Жуй, почему ты спрашиваешь об этом? Ты что-нибудь видишь? Она кивнула. Я вижу, что-то управляет им. Есть что-то, что не принадлежит его душе. Что? Вы можете увидеть через технику кукольного театра души. На этот раз все остальные посмотрели на нее с недоумением. Единственная причина, по которой Бай Юньфой знал, что Ечен был марионеткой, заключалась в воспоминаниях, которые он излучал от двух королей духа, которых он сканировал. Без этого он бы вообще ничего не смог сказать. Если Хуан Фужуй была способна видеть это, то это означало, что она могла видеть саму природу его души, и что Тан Синьюнь взяла руки Хуан Фужуй в свои. Ты не шутишь, Жуй. Не надо сейчас лгать. Хуан Фужуй начал дуться на подозрения, которые были навалены на нее. Я не лгу, сестра Юнь. Я же говорю тебе, что вижу это. И я думаю, что могу вылечить это. Что? Бай Юньфой был глубоко смущен, но он поймал себя на том, что верит ее словам. А ты не шутишь? Тебе под силу отменить кукольный театр души. Но как-как ты это делаешь? Даже Ечжи Цо начал снова находить в себе надежду, ожидая ответа. Теперь, когда она была в центре внимания, Хуан Фужуй внезапно почувствовала себя застенчивой. Я не уверена, что смогу полностью рассеять технику. Она скомкала свою мантию. Но я чувствую, что смогу удалить эту вещь из его души. Это должно вернуть его к нормальной жизни. Она сказала, что может быть сможет это сделать. Ся Жуй, откуда ты знаешь и почему ты думаешь, что сможешь это сделать? Я, Хуан Фужуй, покачала головой. Сама толком не знаю, почему. Но просто у меня такое чувство. Она обнаружила, что не может подобрать нужных слов. Если у нее нет объяснений, то у кого они есть, затем его осенило. Возможно это из-за симбиоза отпечатка души. Он знал, что Хуан Фужуй не могла получить эту силу ни с того ни с сего. И если он думал о разнице между Хуан Фужуй сегодня и раньше, то Дон Фан Мин был единственным объяснением. И, как следствие, это относилось к симбиозу отпечатка души. Все, что он знал об отпечатке, было то, что он слышал из первых рук от Дон Фан Мина. Хотя то, что ему сказали, было, скорее всего, правдой. Он все еще не понимал всего этого, что означало, что в отпечатке души скрывалось гораздо больше, чем Дон Фан Мин показывал. Вполне вероятно, что симбиоза отпечатка души, ненавистная техника мести Дон Фан Мина, была создана на основе и была схожа с техникой кукольного театра души. Как бы то ни было, Дон Фан Мин был мертв, и не было никаких шансов, что он сможет узнать больше об этом. Если Хуан Фужуй действительно была способна отменить кукольный театр души, то это было бы здорово. Сейчас было самое лучшее время, чтобы проверить правду и посмотреть, способна ли она на такой поступок. Бай Юнь Фэй принял решение. Джитсу. Я бы хотел, чтобы она посмотрела, сможет ли она отменить технику кукольный театр души на твоем отце. Нам нужна тихая комната, так что пусть эти люди сначала разбегутся. Мы подождем, пока тебе не станет лучше, чтобы продолжить. Читайте Ранабы специалист по апгрейду из другого мира на Ранабилипру. Это был только Ечин, который был затронут техникой кукольного театра души. Школа очищения духа провела много лет, держа это в секрете от остальных членов семьи Е, но теперь, когда правда вышла наружу, весь клан был в ярости. Дядя Ечжицу, пророк духа, сразу же принялся обыскивать остальную часть их семьи в поисках каких-либо других секретов, в то время как Бай Юнь Фэй и другие были припровождены в комнату для гостей. Поскольку отец Ечжицу был в плену, а его акупунктурные точки заблокированы, он никак не мог ничего сделать. В этот момент его глаза были закрыты, он лежал на кровати, без сознания для всего мира, как статуя. Бай Юнь Фэй не мог обнаружить ничего необычного в его душе, но шарф-страж души сказал ему после полного сканирования его души, что есть внешняя сила, занимающая большую часть его души, которая заставляет его действовать таким образом. Но способа исправить это не было. Итак, под встревоженными взглядами всех остальных Хуан Фужуй села перед потерявшим сознание Ечином и принялась за работу. Ее руки были вытянуты вперед так, что одна ладонь легла ему на лоб, а другая – на грудь. Закрыв глаза и сосредоточив свою духовную силу, Хуан Фужуй начала передавать свою духовную силу из ее тела в его грудь, чтобы покрыть его личность. Время текло медленно, пока все смотрели, как Хуан Фужуй работает над Ечином. Ечжицу даже не потрудился потратить это время на залечивание своих ран при помощи своей духовной силы, когда он нервно наблюдал за процедурой. «Ах!» Хуан Фужуй вздохнула через минуту. Ее плечи расслабились, а руки снова опустились по бокам. Вытерев капельки пота с ее розового лица, Хуан Фужуй откинулась назад на Тан Синьюнь, как будто хотела отдохнуть. «С тобой все в порядке?» – обеспокоенно спросила Тан Синьюнь. Хуан Фужуй покачала головой, усталая, но в остальном довольная собой. «Я в полном порядке. Сестренка Юнь, брат Юньфой, я не лгала, мне удалось исцелить этого дядю. Неужели?» Бай Юньфой немедленно повернулся, чтобы посмотреть назад на Ечина, любопытствуя о том, какие новые изменения произойдут сейчас. Точно так же Ечжи Цу не смог сдержать своего любопытства и сразу же бросился к отцу. Положив руку поверх Ечина, Бай Юньфой вложил свою духовную силу в тело мужчины. Он не мог почувствовать ничего другого, чем раньше. Позволив шарфу страж души провести сканирование, Бай Юньфой подождал, пока Регалия не сказала ему, что ненормальное присутствие в душе Ечина исчезла. Ради того, чтобы иметь возможность проверить это, Бай Юньфой начал исцелять этого человека. Вынув таблетку из своего пространственного кольца, он сунул ее в рот лежащего без сознания человека и заставил его проглотить. Несколько мгновений спустя Ечин издал стон, прежде чем его глаза замерцали, чтобы оглядеть комнату. «Отец мой, папа, Ечжи Цу и Ечжи Юнь одновременно вскрикнули. Это это действительно сработало. Даже наблюдая за тем, как Ечин пытается прийти в себя, Бай Юньфой был уверен, что этот человек снова пришел в норму. Он был в восторге в этот текущий момент, во-первых, счастлив, что его друг вернул своего отца, и во-вторых, что наконец-то есть способ отменить технику кукольного театра души. Ну, называть это способом было еще немного рано, так как Хуан Фужуй все еще не знала, как это объяснить. Но это было важно. Важно было то, что Хуан Фужуй обладала очень особой и уникальной силой разрушения техники кукольного театра души. Сдерживая свое возбуждение, Бай Юньфой вспомнил, что все еще было что-то важное под рукой. Было жизненно важно, чтобы никто из посторонних не знал, что здесь сейчас происходит. Чжи Цу. Известие о том, что твой отец вылечился, не должно распространяться. Почему бы нам не привезти твоего отца в мир ядра и не дать ему там восстановиться? Вы с Чжи Юнь можете пойти с нами, а ваш дядя позаботится о внутренних делах. Глава 1254. Нерешительность школы ветра и молнии. Провинция Черной реки была одной из самых процветающих провинций в южной части континента Тиньхунь. Это было из-за школы ветра и молнии, одной из десять великих школ. База их школы располагалась глубоко в определенной местности, известной как Громовая долина. Погода в долине, как правило, была очень бурной с грозовыми тучами, постоянно видимыми вблизи проживающих гор. Бесчисленные молнии всегда падали с облаков и дождем сыпались на землю. Из-за этих грозовых туч настоящая школа ветра и молнии была расположена в нормальной средней точке горы. Таким образом, это было безопасно от барометрического давления грозовых туч, все еще находясь на значительной возвышенности. В одной из этих гор было множество зданий, вылепленных из горы и построенных в гораздо большем количестве, чем любые здания из школы ремесла. Это было похоже на миниатюрный город, почти если пересчитать все здания. А в центре этих зданий стояло здание, похожее на храм. В настоящее время группа людей вызывала внутри него оживленную дискуссию. Хотя из-за шума трудно было разобрать слова собеседника, напряжение и дискомфорт людей были вполне ощутимы. Предок здесь. Предок прибыл. Настроение быстро менялось при появлении одного единственного человека. Вся болтовня в зале сразу же стихла, когда ее обитатели обратили свое почтительное внимание направо. С этой стороны в коридор вышло несколько человек. С самого начала по залу с достоинством прошел старейшина в зеленых одеждах, который шел впереди всех. Само его присутствие вызывало покалывание у всех присутствующих и вызывало крайнее уважение. Рядом с этим старцем стоял еще один, но уже в темно-пурпурном одеянии. Бай Юньфой знал этого человека. Он однажды убил аватара, принадлежащего этому человеку. Это был Дуань Лейтин, глава школы ветра и молнии. Еще три фигуры шли позади Дуаня Лейтина. Двое мужчин и одна женщина. Их объединенные ауры были сильнее, чем у любого из собравшихся людей, уже находившихся в зале, а это означало, что они были явно императорами духа. Не говоря ни слова, эти новые духовные практики прошли дальше в зал. Одетый в зеленое старейшина занял свое место в верхней части зала, в то время как Дуань Лейтин сидел рядом с ним, а три императора духа сидели в креслах рядом с ними. Очевидно, что одетый в зеленое старейшина обладал самым высоким статусом и наибольшим количеством силы, чем кто-либо здесь. Он был Дун Вань Фын вместе с Дун Вань Лей, предыдущим главой школы, носившим имена императоров ветра и молнии. Их объединенная сила могла зажечь большой ужас в сердцах их врагов, и хотя они не были братьями, они оба были гениями и хорошо сражались в паре с удивительной степени. 80 лет назад Дун Вань Фын передал титул главы школы Дуаню Лейтину и вместе с Дун Вань Лей стремился к более высокому уровню силы. Когда неприятности стали звонить в их школу, именно Дун Вань Лей решил возглавить войска, чтобы позаботиться о школе ремесла, но человек так и не вернулся. Падение Дун Вань Лея также означало, что несколько императоров духа и 20 с чем-то королей духа также были потеряны. Это была ужасная потеря сил, которая в конечном итоге угрожала погрузить школу ветра и молнии в глубокую опасность, поэтому Дун Вань Фын должен был выйти из изоляции. Дун Вань Фын был кем-то из того же поколения, что и Шэнь Паюн и Чуэн Тянь, хотя он был близок к изоляции в течение почти десятилетия, так и не сумев стать святым. Как император духа на пике поздней стадии, Дун Вань Фын был сильнее, чем Дун Вань Лей и Чуэн Тянь, но слабее, чем Шэнь Паюн. На данный момент, школа ветра и молнии имела только шесть императоров духа, и Дун Вань Фын был самым сильным из шесть. После него был старый монстр, который только недавно сумел стать императором духа на поздней стадии. Затем были еще один император духа на средней стадии, Дун Вань Лейтин, еще один император духа на средней стадии и два императора духа на ранней стадии. У них также было еще около 20 королей духа, хотя шестеро из них только недавно стали королями духа. Каждый ученик школы был вызван обратно, чтобы школа могла сохранить свои силы. Школа не должна была больше терять свою драгоценную жизненную силу. Дон Ваньфын был очень огорчен, увидев состояние своей школы. Я созвал всех присутствующих здесь сегодня для объявления. Он сумел скрыть вздох в своем голосе. С сегодняшнего дня и впредь наша школа уйдет от конфликта на континенте и останется в изоляции. Полвека наша школа будет игнорировать светский мир. Что? Волны недоверия сразу же наполнили зал. Подобно каплям воды, добавляемым к маслу, зал взорвался неуверенностью, когда несколько королей духа одарили своего лидера недоверчивым взглядом. Предок, что ты хочешь этим сказать? Наша школа уже заплатила такую большую цену. Если мы откажемся от всего этого сейчас, разве это не означает, что мы откажемся от всех наших преимуществ? Нам только удалось получить рудник изначальных камней в провинции Текучая река. Там есть бесчисленные ресурсы, ожидающие добычи там. Вот именно. А принц Ха уже пообещал нашим школам еще больше богатства, если мы поможем ему взойти на трон. Нам тоже будут вручены регалии. Читайте Ранабы специалист по апгрейду из другого мира на Ранабилипру. Это из-за потерь, которые мы понесли от школы воды и школы ремесла. Это были катастрофические потери. Да, но мы не должны их бояться. Нам просто нужно избегать школы ремесла на данный момент. Мы все еще можем бороться с ними, даже если они придут сейчас для мести. Пожалуйста, передумай, предок. Закрытие нашей школы для всего мира на такое долгое время было бы катастрофой для нас. Развитие нашей школы было бы сильно затруднено. Предок. Как бы они не уважали своего предка, многие из них взывали к Дун Ваньфыну, призывая его пересмотреть свои планы. Хаос сошел на храм, поскольку многие из них не согласились с его решением. Если и был кто-то, кто соглашался, то они молчали, вместо того, чтобы говорить громче. Кашель кто-то издал кашляющий звук, эффективно заставив замолчать весь зал сразу. Он исходил от императора духа на поздней стадии справа. Брат. Заговорил он после того, как ему предоставили слово. Я тоже считаю, что твое решение об отступлении от мира является суровым. Хотя мы сильно искалечены, мы все еще не вышли из боя. У нас все еще есть хороший шанс вырасти. Он явно не был в восторге от решения Дун Ваньфына. Длинноволосый император духа на средней стадии рядом с ним кивнул. Я согласен с мастером Сун. Это слишком серьезное решение, пожалуйста, пересмотрите его, наставник Дун. Два других императора духа на ранней стадии кивнули в знак согласия. Кроме Дун Лейтина, который оставался странно молчаливым, все другие императоры духа, казалось, не соглашались с Дун Ваньфыном. Дун Ваньфын подавил вздох от всех разногласий, которые он получал. Он повернулся к Дуаню Лейтину. Лейтин, вы нынешний глава. Что вы считаете правильным действием? Вздох Дуан Лейтин не выглядел убежденным. Мастер, я знаю, что ваше решение было принято, чтобы защитить нас, однако старейшина Сун прав. Это серьезный вопрос, чтобы закрыть нашу школу. Пересмотрите свое решение. Пересмотреть решение? Как вы думаете, принц Ха направит школу Тиньхунь для оказания помощи или школа очищения духа предложит подкрепление? Дун Ваньфын хмыкнул. Наша операция по борьбе с школой воды и школой ремесла провалилась. Королевская фракция школы Тиньхунь воспользовалась этим моментом, чтобы контратаковать, и у принца Ха нет времени, чтобы помочь нам. Как вы рассчитываете получить существенную помощь для нашей школы? Школа очищения духа понесла гораздо больший ущерб, чем наша, и только благодаря своему собственному скрытому местоположению они могут безнаказанно прятаться и переждать бурю. Мы даже не можем связаться с ними, вы верите, что они смогут нам помочь? При этих словах другие императоры духа ничего не сказали. Они только скрипели зубами от горькой неохоты. Все было именно так, как он сказал. Ситуация была очень мрачной, и все их так называемые союзники балансировали на грани уничтожения. Во времена пика силы и процветания им удавалось сотрудничать, но во времена смуты их союз фактически ничего не значил, так что каждый человек был сам за себя. Может быть, именно так школа ветра и молнии встретит свой конец? Из-за этой единственной ошибки они будут стерты с лица земли? Это было невыносимо. Дуан Лайтин и Сумленьцев, включая, каждого в пределах школы ветра и молнии, хотели отказать словам Дон Ваньфына. Они так много потеряли в этом конфликте, как они могли отказаться от борьбы. Хэм. Это правда, что наша школа находится в отчаянном положении, но, возможно, школа ремесла не намного лучше. Я сомневаюсь, что они не понесли потери среди ключевых членов, как и мы. Вполне возможно, что они только выпустили это сообщение, боясь выглядеть слабыми перед своими врагами. На мой взгляд, мы должны снова атаковать школу ремесла и воспользоваться их ослабленным состоянием, чтобы закончить работу. В любом случае, мы не должны бояться их мести. Что они вообще могут сделать? Мы не испуганные ягнята, терпеливо ожидающие своей смерти. Если нам суждено умереть, то они умрут вместе с нами. Яростно воскликнул один из императоров духа на средней стадии. Это был Ходжин Сиа, старший брат Ходжин Дина. Когда его брат погиб от рук школы ремесла, Ходжин Сиа был особенно готов отомстить за него школе ремесла. Дон Ваньфын снова погрузился в молчание, услышав слова Ходжин Сиа, и в его глазах вспыхнуло отвращение. Я еще не приблизился к царству святости, и моя жизнь подходит к концу. Возможно, я исполню свой долг и умру за школу. В середине его мыслей, Дон Ваньфын вдруг резко поднял голову вместе с другими, чтобы посмотреть на вход в зал. В холл стремительно вбежала фигура в зеленом. Ученик уровня пророка духа. Судя по тому, как он бежал, он был очень напуган чем-то. Он – глава школы. Плохие новости. Здесь – школа ремесла. Бай. Бай Юньфы. Глава 1255. Критический момент. Что? Дискуссия закончилась, но в зале все еще было шумно, и все вскочили на ноги. В то время, как они были в середине обсуждения того, что делать с школой ремесла, упомянутая школа была у их ворот. Так скоро. Не прошло и нескольких дней после битвы. Неужели они примчались сюда сразу же после этого, без отдыха? Где они, сколько их там? Спросила женщина-император духа. Они и они находятся в передней части перед вратами. Это просто бай Юньфы и сам по себе. Один человек? Фу, какая наглость. Как смеет один такой человек, как он, требовать от нашей школы? Позволь мне выйти и убить его, чтобы отомстить за моего брата. Ходжин Сиа взревел в гневе, готовый двинуться, как только будет отдан приказ. Старейшина Хо, пожалуйста, оставь пока свою руку. Дань Лайтин изо всех сил старался успокоить гнев, хоть Джин Сиа. Ты забыла ко мне ядре в его распоряжении? Вряд ли он здесь один. Я никогда не думал, что они так быстро прибудут сюда. Может ли быть правдой те слухи о том, что школа ремесла практически не пострадала? Это непостижимо. Фу. Ну и что, если он приведет с собой одного или двух ремесленников? Сколько из них они могут позволить себе послать против нас? Я сомневаюсь, что они приведут с собой всю школу. Кто же тогда останется защищать их школу? Невозможно, чтобы они были на полной боевой мощи после всего, через что они прошли. Неужели они считают, что наша школа теперь совсем без специалистов? Я говорю, что мы убьем их всех. Мало того, что мы получим нашу месть, мы сможем забрать регалии у Байюньфы и увеличить наши собственные силы. Теперь хоть Джин Сиа был полностью охвачен яростью, когда объявил о своих собственных планах. Дон Ваньфын встал, его глаза излучали ледяное спокойствие. Несмотря на это, у нас есть враг у наших ворот. Ослабленные или нет, они здесь, и как гости, они должны быть приняты. Джин Сиа, сделайте приготовление, чтобы активировать защитный массив. Да, наставник. У ворот школы ветра и молний Байюньфы стоял в воздухе и смотрел на окружающие его горы. Он не потрудился скрыть свое присутствие, когда прибыл сюда, так что ученики школы ветра и молнии очень быстро обнаружили его присутствие. Тот факт, что он не потрудился спрятаться для засады или другого вида коварной тактики, был доказательством того, что он был здесь, чтобы открыто заявить, что он был здесь, чтобы потребовать плату. Это было только на мгновение, но Байюньфын не должен был долго ждать, прежде чем пространство открылось перед ним и человек вышел из него. Один человек, за ним последовали другие, и вскоре перед Байюньфой им собралась толпа. Он прищурился. Похоже, что в школе ветра и молнии все еще оставалось много людей в их резервах. Как и ожидалось от одной из десять великих школ, они были действительно мощной группой. Он и есть Байюньфой. Он император духа на средней стадии. Что же он за гений? Удивленно спросил себя Дон Ваньфын. Трудно было поверить, что юноша перед ним может быть таким могущественным. Судя по возрасту, этот юноша ничем не отличался от тех, кто принадлежал к новому поколению его собственной школы. Но, основываясь на силе, этот юноша был императором духа на средней стадии. Назвать его гением было даже близко не к тому, чтобы соответствовать тому, кем он был на самом деле. Байюньфой. Мы знаем, что у вас есть камень-ядро. Вы видите всех старейшим из школы ремесла. Зачем прятать их все, если ты здесь? Если вы пришли, чтобы бросить ваши оскорбления в нашу школу, вы скоро об этом пожалеете. Взревел хоть Женсиа. Ему было трудно оставаться позади с другими вместо того, чтобы рваться вперед, чтобы разорвать Байюньфой на части. Но его инстинкты говорили ему сначала увидеть, сколько людей было с Байюньфой в первую очередь. Сожалеть? Причина, по которой мы здесь сегодня так ваша школа должна сожалеть. Байюньфой ответил тем же. Взмахнув правой рукой, он подозвал к себе огромную толпу людей из мира ядра. Шэнь Паюн, Чуэнь Тянь, Сябин Цзы, Каучан Кун, Хуан Фунань. Кроме выздоравливающего Цзы Цзиня, там присутствовали все виды членов, даже короли духа, такие как Тан Синьюнь. Там, где школа ветра и молний когда-то превосходила по количеству Байюньфой, теперь люди, стоящие с ним, полностью опережали школу в количестве. Школа ветра и молний была ошеломлена. Даже императоры духа, такие как Дон Ваньфын, были полностью сбиты с толку. Читайте Ранабы специалист по апгрейду из другого мира на Ранабилипру. Это это невозможно. Неужели все из школы ремесла пришли сюда? Неужели они не заботятся о своей собственной школе? Все разом обезумели, казалось, будто вся школа ремесла ради мести решила покинуть свои территории. Учитывая количество людей здесь, любой император духа, вероятно, мог бы завоевать пустые школьные площадки, если бы у них был шанс. Они просто никогда не представляли себе, что вся школа ремесла на самом деле перенесена Байюньфойм. В этот момент в голове Дон Ваньфына раздался голос. Я надеюсь, что ты хорошо себя чувствуешь после нашей последней встречи, Дон Ваньфын. Глядя на человека рядом с Байюньфой, Дон Ваньфын ахнул. Шэнь Паюн, старейшина, одарил Дон Ваньфына ледяным взглядом. Ни одна из наших школ не имела ничего против другой, и все же у вас есть смелость попытаться уничтожить мою. Сегодня мы пришли, чтобы преподать всем урок. Это ты убил моего брата? Яростно спросил Дон Ваньфын. Дон Ваньли, это моя работа, ответил Шэнь Паюн. На лице Дон Ваньфын одернулся мускул. Этот ответ явно привел его в ярость. Как бы сильно он не хотел броситься на Шэнь Паюна и сражаться, он знал, что это не так. Кроме того, он был слишком потрясен, чтобы правильно оценить ситуацию прямо сейчас. Если Шэнь Паюн действительно убил Дон Ваньли, а он в это верил, то Шэнь Паюн наверняка был ранен в результате этих усилий. И разве аватар Гуллин Хуна не был там, чтобы помочь Дон Ваньлию? Объединенные усилия этих двоих должны были нанести Шэнь Паюну огромный вред. Так почему же он стоял там, казалось бы, ни на йоту не пострадав? То, как Шэнь Паюн держал свою ауру под контролем, не позволяло Дон Ваньфыну увидеть, насколько силен этот человек. Таким образом, Дон Ваньфын мог только предполагать, что Шэнь Паюн был таким же, как и всегда, на грани святости, но не совсем там. Думая об этом немного больше, Дон Ваньфын был уверен, что Шэнь Паюн был только немного сильнее его в лучшем случае. Чем больше он думал об этом, тем больше тревожился. Все его предыдущие расчеты предполагали, что школа ветра и молний будет иметь некоторое подобие шанса. Но учитывая нынешнюю ситуацию, он знал, что у них больше не было даже надежды. У них даже не было надежды выжить, даже если бы они отступили и положились на свой барьер, чтобы защитить их. Может быть, они склонят головы и попросят пощады? Или, может быть, они должны сражаться насмерть? Может быть, он попросит о компромиссе? Согласятся ли они вообще на такое? Если бы они действительно сражались, то скольких врагов убили бы? Сколько из них выживет? Сможет ли школа ветра и молний когда-нибудь снова удержать власть на континенте? Все виды мыслей вошли и сразу же покинули голову Дон Ваньфына. От одной только мысли о том, чтобы принять правильное решение, у него начинала сильно болеть голова. Но пока он думал, остальные в его группе не были столь терпеливы, как он. Школа ремесла. Взревел хоть же неся. Твои действия невыносимы. Вы хотите уничтожить нашу школу ветра и молний до самых ее корней? Тогда иди и сразись с нами. Сначала тебе придется перешагнуть через мой труп. С этого момента между нами не может быть никакого компромисса. Убийца моего брата, Ходжин Дина, выйди вперед, если у тебя хватит смелости сразиться со мной. Дон Ваньфын на мгновение замешкался, потеряв контроль над Ходжин Сиа, но было уже слишком поздно, чтобы остановить импульс. Может ли враг вообще принять такой вызов? Но тут случилось совершенно неожиданное, кто-то действительно был готов принять его. Глаза Байюньфыя блестели, когда он слушал слова Ходжин Сиа. Затем он выступил вперед из толпы. Я был тем, кто убил Ходжин Дина. Если ты хочешь отомстить, то я буду драться с тобой. Глава 1256. Один удар. На самом деле, Ходжин Дин был убит кем-то другим, а не Байюньфыем. Он был ранен Чуэньтяном, прежде чем быть убитым Сиа Ци. Многие действительно были убиты Сиа Ци в той битве. Но убийство Сиа Ци было по существу убийством Байюньфыя. Поэтому, несмотря на это, Байюньфыя решил сделать шаг вперед в ответ на Ходжин Сиа. Как сказал Ходжин Сиа, топор больше не мог быть похоронен. Здесь не может быть ни примирения, ни компромисса. Если бы случайно Школа Ветра и Молнии должна была остаться стоять после сегодняшнего дня, Ходжин Сиа не мог оставить его в живых означало бы рискнуть возможностью будущего возмездия против Школы Ремесла. Таким образом, Байюньфыя решил принять вызов. Это избавило бы их от огромного источника беспокойства и позволило бы ему увидеть, насколько сильным он стал. Битва с Императором Духа на поздней стадии была бы опасна для Байюньфыя, но против Императора Духа на средней стадии, такого как Ходжин Сиа. Байюньфыя ничуть не волновался. Это будет даже не так сложно, как спарринг матч. Он должен был признать, что немного задумался о том, как Ходжин Сиа воспринял бы это, если бы знал, что его приравнивают к спарринг-партнеру. Многие люди из Школы Ветра и Молнии были сбиты с толку, почему Байюньфыя ответил. Сразу же они все начали думать о том, что он замышлял, но никто не подошел, чтобы предложить помощь. Шэнь Пайюнь даже глазом не моргнул. Он просто стоял там с улыбкой, когда Байюньфыя шагнул вперед. Дон Ваньфын чувствовал, что что-то было не так, и хотел положить этому конец, но он все еще колебался. Он понятия не имел, как все будет дальше, и это не было особенно плохой идеей, чтобы Ходжин Сиа испытал на себе. Он очень боялся, что Шэнь Пайюнь будет тем, кто ответит на вызов, поэтому Байюньфыя, будучи тем, кто откликнулся, дал ему приличное количество времени, чтобы переосмыслить все. Учитывая обстоятельства, Дон Ваньфын полагал, что Ходжин Сиа сможет выйти победителем. И если бы случайно это выглядело так, как будто все выглядело опасным для Байюньфыя, он мог бы вмешаться, чтобы призвать к остановке. Прекрасно. Быть молодым – это сила сама по себе. Позвольте мне посмотреть, к чему эти слухи привели вас. Ходжин Сиа сразу же полетел на Байюньфый. Его аура как императора духа на средней стадии разлилась повсюду, и только фиолетовая вспышка указывала на то, что битва началась. Многие из королей духа из школы ремесла уже начали чувствовать себя неуютно. Он не думал, что кто-то действительно сделает шаг вперед, не говоря уже о том, что этот кто-то был Байюньфый. Он знал Байюньфыя по слухам, и как у него было много мощного духовного оружия. Он также знал из слухов, что Байюньфый был одной из причин, почему атака на школу ремесла потерпела неудачу, поэтому смерть Ходжин Дина по умолчанию упала прямо на его плечи. Его мысли были далеко не такими сложными, как у Дон Ваньфына. Он просто хотел, чтобы Байюньфый умер, если после этого он умрет от рук Шэнь Паюна, то так тому и быть. Байюньфый тоже полетел вперед. Его тело излучало слабое красное свечение, которое соответствовало боевому духу Ходжин Сиа. К тому времени, когда Байюньфый и Ходжин Сиа оказались примерно в 200 метрах от своих соответствующих лагерей, расстояние между двумя особями составляло около 600 метров. Полностью разбуженный и готовый к действию, Ходжин Сиа издал громкий крик, прежде чем хлопнуть обеими руками вместе. Сразу же, духовная сила в его теле вспыхивает в огромной степени. Он явно нацелился на какую-то дальнобойную элементальную атаку. Это была атака не для того, чтобы испытать силу другого, а для того, чтобы убить уверенно и быстро. Грохот. Грохот действия Императора Духа всегда будут ослеплять тех, кто слабее их. Сразу за Ходжин Сиа возникли два гигантских столба энергии. Набирая массу тем более элементальный ветер и молнии, которые он принимал, два столба вскоре приняли форму двух гигантских рук, чтобы имитировать движение Ходжин Сиа. Когда он поднял руки, обе колонны последовали его примеру. Когда он взмахнул руками, обе гигантские руки рухнули вниз одновременно. Волны энергии откатились от них обоих, когда они превратились в два гигантских пучка энергии, чтобы столкнуться с Байюньфоем. Как будто весь элементальный ветер и энергия мира были собраны в этих колоннах, сырое количество энергии в нем поражало даже Чуэн Тянь. Это была атака, сравнимая по силе с двойной вспышкой дракона Байюньфоя. Энергия разом преодолела более 300 метров. Зловещая усмешка появилась на губах Ходжин Сиа, когда он наблюдал, как его собственная атака рвется вперед. Даже Император Духа на поздней стадии не смог бы противостоять атаке с такой разрушительной силой. Он был уверен, что Байюньфоя никогда не сможет этого вынести. Улыбка застыла на его лице, когда внезапно вспыхнула энергетическая сигнатура, более сильная, чем его собственная атака. Все, что он услышал, был звук дракона, прежде чем два огненных дракона с чешуей фиолетового цвета врезались в его собственную атаку. Читайте Ранабы, специалист по апгрейду из другого мира на Ранабилипрубум. Неописуемый взрыв потряс мир. Даже издалека все могли видеть, что произошло. Обе атаки Байюньфоя и Ходжин Сиа врезались друг в друга и вызвали гигантский взрыв элементальной энергии, разлетевшейся повсюду. Но пламя от взрыва летело в сторону Ходжин Сиа. Это невозможно, закричал Ходжин Сиа. Его фигура уже потерялась в огне и бегущей энергии элементального ветра и молнии. К счастью, энергия остановилась там и не приблизилась к остальной части школы ветра и молнии. Он просто закружился вокруг Ходжин Сиа, как какой-то водоворот. И поскольку он кружился вокруг него с такими изменчивыми количествами, было просто невозможно для кого-либо увидеть, где даже был Ходжин Сиа. Хаотическая энергия Хаоса и закон Хаоса. Как же это возможно? Пока Ходжин Сиа разбирался с последствиями взрыва, Дон Ваньфын был поражен увиденным зрелищем, находящийся перед ним. Никто в школе ветра и молнии не верил, что Ходжин Сиа проиграет, и так быстро. То, что Дон Ваньфын был удивлен тем, как Бай Юньфын использовал закон Хаоса. Это было что-то, что определенно означало гибель для Ходжин Сиа. Был взрыв духовной силы, прежде чем Дон Ваньфын понял, что происходит что-то еще. В водовороте энергии Бай Юньфын летел к его центру с багровым копьем, летящим прямо туда, где был Ходжин Сиа. Стой! Яростный крик эхом разнесся по небу, когда Сун Линьце внезапно рванулся вперед со своего места в толпе. Превратившись в фиолетовую молнию, он пролетел по воздуху, чтобы ударить по Бай Юньфою фиолетовым длинным мечом. Хаим! В ответ громкий голос внезапно взорвался в сознании Сун Линьце подобно удару грома. Так или иначе, что-то заставило императора Духа на поздней стадии немедленно остановиться. Меньше чем через секунду лицо Сун Линьце исказилось, когда он увидел лезвие алого полумесяца клинка, летящего вниз на его голову. Ааа! Его крик был мгновенным. Видение смерти заставило его вырваться с огромным количеством духовной силы, когда он защищал свою голову обеими руками. Клинок полумесяца огненного дракона был всего в нескольких мгновениях от удара по обороне Сун Линьце, когда Бай Юньфой внезапно вернул свою правую руку назад. Копье в его руке сразу же изменило траекторию, чтобы ударить по фиолетовому длинному мечу вместо этого. Рифты. Еще мгновение и все увидели, как клинок полумесяца огненного дракона разорвало одну фиолетовую полосу на две. Можно было видеть, как что-то вспыхнуло в оружии, рассекшем Сун Линьце надвое, прежде чем его поглотило пламя. Несмотря на то, что он был разрезан пополам, Сун Линьце даже не получил достоинства иметь свое тело нетронутым огнем. Казалось, что сердца всех в школе ветра и молнии остановились в одно и то же время. Они могли молча наблюдать, как исчезает Аура Сун Линьце. Лицо Дон Ваньфына было пепельно-белым, когда он повернулся, чтобы посмотреть на Шень Паюна вдалеке. Его глаза светились от страха. Святой. Глава 1257. Оплаченный долг. Все произошло слишком быстро. С тех пор, как Баюнфа и Ходжинсиа начали сражаться до сих пор, люди только успели сделать несколько вдохов. Но битва, происходившая перед ним, была настолько захватывающей, что вряд ли у кого-то было на это время. Одного движения было достаточно, чтобы Ходжинсиа потерпел полное и абсолютное поражение. Во всех слухах, в которых он был замешан, Баюнфа считался практически волшебником. Он имел все виды духовного оружия, которые, как говорили, были основой того, кем он был, и это было уместно, учитывая тот факт, что он был кем-то из школы ремесла. Но сегодня в этой битве против Ходжинсиа, школа ветра и молнии могла, наконец, признать, что Баюнфой был больше, чем говорят слухи. Он был не просто человеком, одаренным духовным оружием, но его собственная личная сила была ужасающе мощной. Вскоре после поражения Ходжинсиа последовало еще одно потрясение, и именно это развитие событий вызвало у них еще больший ужас. Несмотря на бесстыдство вмешательства в борьбу, императора духа на поздней стадии Сунлинцы вмешался в борьбу, чтобы убить Баюнфуя, а вместо этого был разделен на две части и сожжен дотла. Всего одно движение и император духа на поздней стадии потерял свою жизнь. И тот, кто убил Сунлинцы, был Шэнь Паюн. В этот момент все уже забыли об Баюнфуя. Они все смотрели на то место, где когда-то стоял Сунлинцы с отвисшей челюстью. Святой Дон Ваньфын был тем, кто подтвердил все мысли. Одного слова святой было достаточно, чтобы наполнить их тела ужасом, когда они повернулись, чтобы посмотреть на Шэнь Паюна. В этот момент клинок полумесяца огненного дракона возвращался к Шэнь Паюну, выполнив свою работу по убийству Сунлинцы. Шэнь Паюн бросил ровный взгляд на Школу Ветра и Молнии, хотя выражение его лица даже не изменилось после убийства императора духа на поздней стадии. Однако аура, которая отделилась от него, теперь была гораздо более грозной. Ах, угу. Некоторые из королей духа на ранней стадии начали кричать от ужаса. Давление его ауры начинало заставлять их тела сжиматься. Святой в школе ремесла есть святой, но как же так? Несколько их лиц потемнели от ужаса. Некоторые из членов Школы Ветра и Молнии не могли помочь себе, но поддались отчаянию. Битва была не так уж плоха, если им приходилось сражаться с большим числом врагов. По крайней мере, можно было бы предпринять боевые усилия. Но против святого, шанс, который у них был, рухнули сразу же. Со святым там, Школа Ветра и Молнии даже не сможет оказать сопротивление. Я никогда не думал, что ты достигнешь святости, теперь я понимаю. Из всех членов Школы Ветра и Молнии только Дон Ваньфын имел некоторую степень спокойствия к нему. Но даже он был близок к отчаянию. Осознание их положения, казалось, значительно состарило мужчину. Он предполагал, что Шэнь Паюн уже давно достиг святости и смог заставить святого аватара Гулинхуна отступить. Эти двое принадлежали к одному поколению. Их возраст был относительно схож даже, и их силы, казалось бы, равны до сих пор. Никогда Дон Ваньфын не думал, что другой человек достигнет царства, о котором он мог только мечтать. Хах-хах. За исключением слабого пыхтения Ходжинься, на поле боя было чрезвычайно тихо. Бай Юньфой держал в руки багровые копья и смотрел на то место, где умер Сун Линьцы. Он оглянулся на огненный вихрь перед собой, где стоял Ходжинься, но решил не убивать его. Вместо этого он полетел обратно к Шэнь Паюну. Сила двойной вспышки дракона с энергией Хаоса поразила даже его самого. Это был огромный прирост по сравнению с предыдущим и удалось подавить законы ветра и молнии без проблем. В прошлом он должен был использовать режим Берсерка как Император Духа на ранней стадии, чтобы победить Императора Духа на средней стадии, но теперь кажется, что он легко может выиграть при тех же условиях. Тем не менее, двойная вспышка дракона с энергией Хаоса должна была убить Ходжинься. Он собирался убить Ходжинься после того, как двойная вспышка дракона с энергией Хаоса не сработал, но вмешался Сун Линьцы. Он едва успел защититься, когда Сун Линьцы атаковал его, но Шэнь Паюн пошел и убил этого человека прежде, чем тот успел нанести хоть какой-то урон. Я-я отказываюсь в это верить. Как только Бай Юньфой отступил, из водоворота донесся крик. Раздался кашляющий звук, когда огромный взрыв духовной силы внезапно вырвался из водоворота и рассеял его. Читайте Ранабе-специалист по апгрейду из другого мира на Ранабели Пру. Видя побега Ходжинься дал надежду остальную часть Школы Ветра и Молнии, но затем, когда последнее пламя погасло, и они увидели форму, в которой он был. Он был в полном беспорядке. Ни одно место на его теле не осталось нетронутым атакой Бай Юньфая. Большие пятна его тела были обуглены до черноты, в то время как другие части тела были окрашены в красный цвет его собственной кровью. Они даже могли видеть кости из некоторых частей его тела. Хотя Ходжинься удалось вырваться из водоворота, его энергия все еще покидала его тело огромным потоком, так что казалось, что смерть быстро приближалась к нему. Просто выйти из этого водоворота было равносильно его последней борьбе. Слова, которые он выкрикнул на весь мир, были последними, которые он когда-либо произнес. Его тело уже теряло жизнь, и если ничего не будет сделано, то Ходжинься умрет в считанные секунды. Все произошло очень быстро. Его тело перевернулось в воздухе и начало падать с неба. Он пронесся сквозь волну огня, которая еще не исчезла, и быстро превратился в пепел. Сжав кулаки, Дон Ваньфэн с трудом удерживал их от дрожи. Волны боли пробежали по его телу, когда он повернулся лицом к остальной части своей школы. Все остальное вы ничего не делайте. Его голос звучал устало, смерть двоих на его глазах далась ему нелегко. В нем не осталось никакого сопротивления. Он снова повернулся к Шэн Паюну. Стараясь сохранять спокойствие, он начал говорить. Шэн Паюн это была наша ошибка разозлить вашу школу. Вы убили тех, кто пошел, и теперь самые сильные из нашей школы мертвы. Нас осталось 10 000. Все они невинные ученики следующего поколения. Я призываю вас посмотреть на прошлую дружбу между нашими школами и сжалиться. Дайте нам шанс жить, и мы вернем долг. Наша школа ветра и молнии оставит конфликт. Мы отгородимся от мира и никогда больше не будем противостоять вашей школе. Наша школа готова предложить вам наши сокровища, в том числе драгоценные материалы, сопоставимые с нефритовым троном и другими нефритовыми камнями размером с кулак. Учитывая способности вашей школы, возможно, удастся создать что-то наравне с нефритовым троном. Что? Мастер, вы не можете. Предок. Сразу несколько членов школы высказали свое мнение. Они были явно взволнованы уступками, которые делал Дон Ваньфын. Даже школа ремесла не могла помешать себе быть взволнованной словами Дон Ваньфына. Они оба посмотрели на Шэнь Паюна и ждали, что он примет решение. Вздох Шэнь Паюн почему-то выглядел грустным. Наблюдая за могучим императором духа на пике поздней стадии, как Дон Ваньфын умолял за свою собственную школу, Шэнь Паюн вздохнул. Его намерение убить уже исчезло. Если школа ветра и молнии все еще была готова сражаться насмерть, то Шэнь Паюн не собирался сдаваться без пощады. Он даже не заплачет, если ему придется уничтожить остальную школу ветра и молнии. Но видя, что Дон Ваньфын старается изо всех сил уступить, он изменил ситуацию. Как сказал Дон Ваньфын, ученики школы не были преступниками в этом вопросе. И сам он не хотел убивать невинных. Хотя Шэнь Паюн не сказал ни слова, Дон Ваньфын выглядел счастливым. Он, казалось, смог вызвать сострадание со стороны Шэнь Паюна своими словами. Обеспокоенный тем, что Шэнь Паюн может передумать, Дон Ваньфын снял с правого пальца пространственное кольцо и бросил его в Шэнь Паюну. Уже рассматрив возможность переговоров о сдаче своей школы, Дон Ваньфын ранее заполнил пространственное кольцо всевозможными сокровищами из школы ветра и молнии. Шэнь Паюн взял кольцо, когда оно подлетело к нему, и сразу же проверил его содержимое. Он был удивлен, увидев вещи, хранящиеся там, было трудно представить себе количество предметов, которые школа ветра и молнии собрала за время своего существования. Слабая улыбка появилась на лице Дон Ваньфына, когда он увидел, что Шэнь Паюн взял его. Переговоры, похоже, близились к завершению. Пульс духовной силы вышел из его тела, так что теперь он мог обратиться ко всей своей школе. Ученики школы ветра и молнии, с сегодняшнего дня наша школа будет обособлена на сто лет. Мы не будем участвовать ни в каком конфликте, и не будем нести никакой вражды к школе ремесла. Отказ присоединиться будет означать изгнание из нашей школы. Его слова дошли до всех и эхом отозвались во всем мире своим объемом. Дон Ваньфын казался облегченным, когда он закончил говорить. Его голова поднялась, чтобы посмотреть на ясное небо, чтобы посмотреть на них глазами, которые постепенно тускнили. Его тело теперь умирало. Он разрушил свои собственные вены и разрушил каждую акупунктурную точку своего тела, чтобы помешать ему поддерживать жизнь. Мастер, вы не можете, предок. Несколько королей духа закричали, осознав, что он только что сделал с собой. Ребята из школы ремесла тоже были ошеломлены. Император духа на пике поздней стадии умирал перед ними без единого слова. Независимо от того, насколько хорошо шли переговоры, Дон Ваньфын взял на себя благородную ответственность пожертвовать собой ради своей школы. Это был акт, которым даже школа ремесла не будет пренебрегать. Шэнь Паюн наблюдал, как последние остатки жизни Дон Ваньфына покинули его тело, прежде чем оно упало. Он смотрел, как Дуань Лайтин ловит труп Дон Ваньфына, прежде чем наконец вздохнуть. Долг, который школа ветра и молнии задолжала школе ремесла, уже выплачен. С сегодняшнего дня наша школа больше не будет преследовать школу ветра и молнии для мести. Давайте уйдем отсюда. Глава 1258. Камня гарантированного апгрейда плюс 14. Юньфын. Давай вернемся в мир ядра. Теперь, когда все это закончилось, мы можем покинуть это место. У Шэнь Паюна не было сил, чтобы доставить еще больше неприятностей школе ветра и молнии. Он повернулся к Баюнфою и стал ждать ответа. Он был немного удивлен, увидев, что Баюнфой возбужденно смотрит на него, нет, на пространственное кольцо в его руке. А, ах да, предок. Баюнфой сразу же смущенно склонил голову. Внезапно все вокруг Баюнфой исчезли, чтобы вернуться обратно в мир ядра. Он в последний раз обратил свое внимание на оставшихся немногих членов школы ветра и молнии. Вздохнув про себя, Баюнфой повернулся и покинул это место. Все это не переросло в огромную битву, подумал он. Несмотря на то, что там была небольшая заминка и суматоха, цель школы ремесла была более или менее достигнута. Все обиды, которые эти две школы имели друг против друга, были рассмотрены, и ни одна школа не будет искать другую в будущем для мести. Не было никакой необходимости никого убивать. Было довольно жаль, что Дон Ваньфын умер, в конце концов, но было еще несколько других вещей, которые вызвали немалое волнение для Баюнфыя. Он действительно испытывал больше волнения, чем радости от победы. Он на самом деле думал о последних словах, которые Дон Ваньфын сказал Шэнь Паюну перед его смертью. Наша школа ветра и молнии оставит конфликт. Мы отгородимся от мира и никогда больше не будем противостоять вашей школе. Наша школа готова предложить вам наши сокровища, в том числе драгоценные материалы, сопоставимые с нефритовым троном и другими нефритовыми камнями размером с кулак. Учитывая способности вашей школы, возможно, удастся создать что-то наравне с нефритовым троном. Материалы, эквивалентные нефритовому трону. Для Баюнфыя материалы, эквивалентные нефритовому трону, означали камни гарантированного апгрейда. Камень размером с кулак это возможно, они могли бы быть камнями гарантированного апгрейда плюс 14. Если Дон Ваньфын не лгал, то вполне возможно, что пространственное кольцо содержало камни гарантированного апгрейда плюс 14. Как мог Баюнфыя не чувствовать себя взволнованным от этого? Баюнфыя с трудом удержался, чтобы не взглянуть на содержимое пространственного кольца сразу. Ему просто нужно было дождаться, когда группа покинет это место, чтобы Баюнфыя мог хорошенько рассмотреть добычу. И вот с большим волнением Баюнфыя покинул это место. За полдня времени Баюнфыя уже проделал весь обратный путь до города Фризия в провинции Желтой реки, где находился дом Ячжицу. Внутри мира ядра, глубоко внутри Багровой горы, в том месте, где обитал небесный огонь. Баюнфыя сидел, скрестив ноги, на земле пещеры, окруженные разнообразными видами своего духовного оружия, такими как язык пламени, печать катастрофы, печатник души, критическая перчатка и даже шарф-страж души. Его внимание было приковано не к одному из этих видов духовного оружия, а к белому кристаллу, который он держал в правой руке. Кристалл сверкнул от света в его руки. Это был довольно большим и имел форму, близкую к кубу. Баюнфыя с волнением ждал, когда в его сознании появится некое уведомление. Уникальный предмет класс предмета. Небесный, верхний грейд, элементальное сродство. Отсутствует особый эффект 1. Позволяет единожды успешно улучшить любой предмет плюс 14 или ниже. Особый эффект 2. Увеличивает качество предмета при создании на 1 грейд. Максимальный грейд, верхний небесного класса. Не может быть улучшен. Это был камень, который обещал Дон Ваньфын. Это был действительно камень гарантированного апгрейда плюс 14. Баюнфыя обнаружил, что ему трудно стереть улыбку с лица, независимо от того, сколько раз он смотрел поверх камня. Подобно скупцу, с любовью смотрящему на свою коллекцию денег, Баюнфыя был в восторге, увидев камень в своей руке. Все было спокойно теперь, когда дело со школой ветра и молнии было закончено. Вернувшись во Фрезию, многие члены школы ремесла, такие как Тан Синьюнь, Хуан Фужуй, Фэйнань, Мося Сюяни и Еджицу решили отправиться в город, чтобы сделать перерыв. Это было хорошее время, чтобы сделать это. И никто из старейшин не видел необходимости останавливать их. Но Баюнфыя не пошел с ними. Вместо этого он вернулся в школу и нашел там Шэнь Паюна. Это было примерно в то время, когда Шэнь Паюн достал камни для исследований. Когда он увидел, как Баюнфыя проявил интерес к нему, он передал камень без единого вопроса. Он чуть не вскрикнул от счастья, когда схватился за камень и подтвердил его свойства. Он сумел скрыть свое волнение ровно настолько, чтобы попрощаться с Шэнь Паюном и покинуть это место. Хотя его не спрашивали, что он делает, Баюнфыя тоже не мог просто ничего сказать этому человеку. Давая небольшой отчет, Баюнфыя затем попросил пещеру, комнату, для изготовления духовного оружия. Свойства камня действительно были идентичны тому, из чего был сделан нефритовый трон, но Шэнь Паюн сказал Баюнфыю, что воссоздать трон будет невозможно. Методология такого духовного оружия была потеряна для мира, и никто не знал, как создать что-то подобное. Камень там был хорош только как ремесленный камень. Читайте Ронабы-специалист по апгрейду из другого мира на Ронабилипру. Если бы было собрано достаточно камней гарантированного апгрейда, их можно было бы использовать как способ ускорить обучение, но этого никогда не будет достаточно, чтобы превратиться в эффект снаряжения. Помимо того, что он был создан из камней гарантированного апгрейда, нефритовый трон обладал чудесной способностью удвоить скорость обучения и исцеления человека. Это не было врожденным свойством камня апгрейда, что означало, что была определенная техника, которая должна быть сделана в процессе создания, чтобы добавить это. Даже камень-ядро или печатник души не знали, как в Утиньхуне удалось создать нефритовый трон. Никто из живых не знал секрета, поэтому было бы невозможно создать такое духовное оружие из камня гарантированного апгрейда плюс 14. Если бы Бай Юньфа имел хоть малейшие представления о том, как воссоздать нефритовый трон, ему было бы невероятно трудно решить, что делать с камнем гарантированного апгрейда. Но теперь, когда он знал, что это невозможно, он мог вздохнуть с облегчением и принять решение использовать его для улучшения духовного предмета. И все же он оказался на довольно трудном перекрестке. Какой именно духовный предмет ему следует улучшить? У него был только один шанс, и он не осмеливался быть небрежным со своим решением. Ради принятия решения, Бай Юньфой пришел к небесному огню за руководством. Привет, Бай Юньфой. Вы уже полдня бездельничаете, скажите, что вы уже хотите сделать? Раздраженный голос небесного огня вырвал Бай Юньфой из его мыслей. Подняв глаза, Бай Юньфой увидел небесный огонь, стоящего перед ним со странным выражением на лице. Ах, извини, я был погружен в свои мысли. Бай Юньфой смущенно улыбнулся. Он похлопал по камню, который держал в руке. Небесный огонь – это камень гарантированного апгрейда плюс 14. А, глаза небесного огня сузились, когда он услышал это выражение. Повторите еще раз. Это камня гарантированного апгрейда плюс 14. Он уже знал об технике апгрейда Бай Юньфой и сложностях, стоящих за ней. Он также знал, что значит иметь камень гарантированного апгрейда плюс 14. Значит, тебе все-таки удалось его найти. А откуда это? Сможете ли вы, наконец, иметь духовное оружие плюс 14? Вы уже решили, какое духовное оружие? Небесный огонь засыпал его вопросами. Мы получили его от школы ветра и молнии. Бай Юньфой ответил. Что касается того, какое духовное оружие я хотел улучшить, вот почему я здесь. Я хотел бы узнать ваше мнение. Ну а теперь, о чем тебе тогда думать? Конечно, ты должен улучшить свое самое сильное духовное оружие. Юньфой, улучшай печатника души. Другой голос ответил вместо небесного огня. Была вспышка света от печатника души, когда материализовался белый тигр. Глядя широко раскрытыми глазами на Бай Юньфая, тигр, казалось, застенчиво моргал своими глазами на него. Если улучшить шарф страж души до плюс 14, то это также того стоит. В быстрой последовательности к печатнику души была вспышка белого света от шарфа страж души. Небольшой шар света выплыл из банданы. Это была материализация стража души, наконец-то пробудившегося духа. Он все еще должен был осесть на форму, чтобы определить свой дух, и вместо этого принял форму шара света. Дух печатника души, казалось, был недоволен. Эй, страж, ты даже не можешь вспомнить все из прошлого. Давай не будем ссориться со мной, ладно? Это потому, что я не вернулся к нормальной жизни, потому я хочу быть улучшен. Возможно, я смогу вспомнить все, как только стану плюс 14. Моя сила, несомненно, увеличится. Но я тоже хочу стать сильнее. Ни в коем случае, Юньфай, ты должны улучшить печатник души. Юньфай, пожалуйста, улучши шарф страж души. Внезапно третья вспышка света появилась из другого духовного оружия Байюньфая. А почему теперь, если у вас двоих будет достоинство регалии, это убьет вас обоих? Это был камень-ядро. Почему вы двое должны драться, как дети, из-за конфет? Разве это не позорно? Иметь духа ребенка вместо регалий? А плюс 12 камень-ядро? Не начинай. Ты не имеешь права быть плюс 14. Ответил печатник. Ты так вот какой ты, печатник? Если бы я знал раньше, я бы не позволил тебе стать плюс 13. А, так вот в чем дело? Ты мне разрешил? Однако я отчетливо помню, что был тем, кто претендовал на него. Ты, Юньфай, пожалуйста, улучши шарф страж души. Нет. Улучшай печатник души. Не слушай их, Юньфай. Улучши свое другое духовное оружие. Я считаю, что печать катастрофы – это неплохой выбор. Бай Юньфай почувствовал, что его разум вот-вот взорвется, слушая, как трое регалий придираются друг к другу. Он снова повернулся к небесному огню. А ты как думаешь? Глава 1259. Безопасное или рискованное решение. Перековка печать катастрофы. Серьезно подумал про себя небесный огонь. Не обращая внимания на спор между тремя регалиями, он, наконец, ответил. Это очень трудное решение. Самое простое решение – улучшить либо печатника души, либо шарф-страж души. Безусловно, сила любой из регалий будет существенно лучше, чем раньше. И улучшение любой регалии абсолютно приведет к меньшим сожалениям и разочарованиям, чем любое другое решение. Бай Юньфай кивнул сам себе. Он мог бы согласиться с такой перспективой до сих пор. Его первоначальный выбор был, по сути, этими двумя регалиями, но он продолжал слушать то, что может сказать небесный огонь. Небесный огонь сделал паузу, чтобы перевести дыхание. Однако, дух камня ядра также имеет веский аргумент. Возможно, улучшение печати катастрофы было бы достойным решением. Что? Спор между тремя регалиями сразу же прекратился, когда печатник испустил крик. Но почему? И как же это ужасный кирпич оказался здесь? Он всего лишь небесный класс среднего грейда. Улучшение, которое будет только следить за тем, чтобы он достиг своих пределов. Зачем растрачивать такую ценную возможность? Маленький печатник. Небесный огонь бросил взгляд на печатник души. Ты сделал Бай Юньфая своим мастером, ты должен подумать обо всем, чего он может достичь. Может быть, ты хочешь, чтобы он упустил возможность самостоятельно изготовить регалию? Что? Глаза Бай Юньфая вспыхнули с испуганной надеждой. Что вы говорите, небесный огонь? Я, например, могу изготовить регалию? Вы это серьезно? Небесный огонь кивнул. Я уже говорил это раньше, Юньфой. У каждого духовного предмета есть свой дух. Но даже дух обычного духовного предмета небесного класса может быть проигнорирован на регулярной основе. Дух регалии – это единственный дух, обладающий достаточно существенной жизнью, которую мы действительно можем назвать духовным оружием. Именно потому, что регалия имеет дух, ее можно рассматривать как таковую. Иначе даже духовное оружие с достаточным уроном или защитой будет считаться регалией. Запечатан ли он в духовном оружии или рожден из ничего? Наличие духа в духовном оружии – это то, что означает быть регалией. Например, печатник души является примером первого, а камень ядро – примером второго. Говорят, что в древнем прошлом духе духовных зверей и даже духовных практиков могли быть использованы для имплантации в духовное оружие. Но этот метод был потерян для истории. Однако, глаза небесного огня с жаром уставились на Байюньфуя. Я открыл беспрецедентный метод для духовного оружия, чтобы дать начало обладанию духом. Сердце Байюньфуя пропустило удар. А вы имеете в виду перековку? Вот именно. Путем перековки. Небесный огонь прогремел утвердительно. Ваша техника апгрейда имеет возможность разбудить спящий или раненый дух оружия. Кроме того, оно также может усилить духа обычного душевного оружия. Мы можем видеть это в печати катастрофы и языке пламени. Я подозреваю, что если вы улучшите его до определенной степени, оба духовных оружия будут иметь свои духи, пробужденные на новый уровень чувствительности и действительно ставшие духами оружия. По сути, это превратит духовное оружие в регалии. Чем больше он слушал, тем больше возбуждался Байюньфуя. Вы говорите, что если я продолжу улучшать печать катастрофы, язык пламени и критическую перчатку они могут превратиться в регалии? Это всего лишь догадка, но я верю, что это возможно. Тогда если я улучшу печать катастрофы до плюс 14, возможно, она обретет разум? У меня нет способа проверить это. Небесный огонь покачал головой. Но я скажу, что повышение его до плюс 14 определенно укрепит его дух. У нас мало информации о том, что произойдет, когда он станет плюс 14, поэтому это решение будет самым сложным для принятия. Это рискованный выбор по сравнению с безопасным выбором улучшения регалий. Это решение вы должны сами принять. Байюньфуя замолчал. Это было обилие новой информации, которую он только что получил. Находившиеся поблизости регалии тактично хранили молчание, чтобы он мог спокойно принять решение. Их ссора о том, кто должен быть улучшен до плюс 14 между ними, не казалась такой уж важной теперь, когда они думали о том, что сказал небесный огонь. Как бы сильно они не хотели получить улучшение, небесный огонь был прав. Создание новой регалии также было чем-то, что могло взволновать. Через некоторое время Байюньфой поднял голову. Небесный огонь, как ты думаешь, какое духовное оружие имеет наибольшие шансы обрести дух? Если я улучшу их, как вы думаете, какова будет возможность? Если вы так склонны рисковать вероятностями, то я бы предложил вам печать катастрофы. Но если вы сделаете это, то вам нужно будет перековать духовное оружие. Я помогу вам в этом вопросе, но вместо того, чтобы пытаться сделать его сильнее, ваша главная цель, конечно же, укрепить его дух. Если все пойдет по плану, то станет плюс 14. Если вы не хотите этого делать, то вы можете улучшить регалии вместо этого. Что? Перековывать печать катастрофы? Может ли он даже подняться на уровень? Вы хотите сделать то же самое, что и тогда, когда мы пытались восстановить шар в страж души? Совершенно верно. Моя причина выбора печати катастрофы над языком пламени и критической перчаткой связана с пластичностью печати катастрофы. Она имеет самый большой успех для того, чтобы быть перекованной и иметь своего духа укрепленным. По правде говоря, ваше улучшение связано с перековкой. Любое духовное оружие, улучшенное вами, имеет свою способность быть перекованным ниже. Но с моей помощью печать катастрофы обладает величайшей способностью быть перекованной. Я вижу, кивнул Бай Юнь Фэй. Он верил тому, что говорил ему небесный огонь. Отложив камень гарантированного апгрейда плюс 14 и другие духовные оружия, Бай Юнь Фэй встал. Тогда я сделаю, как вы говорите, и перекую печать катастрофы. Тогда да. Есть ли у вас какие-либо дополнительные материалы? Если нет, то мы можем попросить немного из школы. Читайте Ранабы, специалист по апгрейду из другого мира на Ранабилипру. О, это то самое пространственное кольцо, которое школа ветра и молний дала нам в качестве компенсации. Может вы посмотрите, есть ли что-нибудь подходящее внутри? Он бросил небесному огню пространственное кольцо. Шэнь Бай Юнь и раньше давал ему это кольцо, решив, что Бай Юнь Фэй будет лучшим человеком, чтобы посмотреть через него. Взяв предложенное кольцо в руки, небесный огонь начал осматривать его содержимое. Это сравнимо с нашими собственными запасами, почти. Я могу чувствовать искренность в этих подарках. Мой, моя, это, это камень для закалки белого огня. И это эссенция красных квасцов. И еще Сдгейский янтарь. Ха-ха, так и будет. Очевидно, предметы, найденные небесным огнем внутри кольца, представляли собой значительную ценность, если он вел себя подобным образом. Нам не нужно будет искать никаких других материалов. Все, что нам нужно, можно найти здесь. На самом деле, лучшего материала не найти. Давайте начнем процесс с перековки. Да, давайте начнем прямо сейчас. Ха-ха. Пламя поднималось все выше и выше, пока небесный огонь скрупулезно объяснял Бай Юнь Фэю, что делать. Испытав этот процесс раньше с шарфом страж души, Бай Юнь Фэй обнаружил, что ему стало легче, чем раньше, когда он бросал драгоценный материал за материалом в горн. Затем, следующим объектом, который должен был быть брошен в горн, была печать катастрофы. После этого появилась большая стопка дополнительных материалов. После этого время потекло медленно. Бай Юнь Фэй мог чувствовать каждую минуту изменения, происходящие в печати катастрофы, и это было с затаенным дыханием, что он работал с огнем. А первая аномалия произошла, когда Бай Юнь Фэй почувствовал что-то странное в своем сознании. Что-то внутри печати катастрофы внезапно начало пульсировать. Иногда пульс был сильным, а иногда слабым. Это было далеко не обнадеживающе, чтобы почувствовать поток. Он вспомнил, как в первый раз ковал печать катастрофы. Тогда он был вспыльчивым, и его безрассудство почти заставило его взорваться, но каким-то образом печать катастрофы сумела принять форму после мириада причудливых факторов. Он все еще не понимал, как ему это удалось, но помнил, что сплав высокоуровневых материалов и другого духовного оружия сформировались вместе, чтобы принять форму печати катастрофы. Один Бай Юнь Фэй испытывал подобное чувство прямо сейчас. Но он уже не был тем новичком-ремесленником, каким был раньше. Несмотря на свои опасения, Бай Юнь Фэй был более чем готов соответственно приспособиться к изменениям и управлять пламенем горна, чтобы лучше умереть печать катастрофы. Вскоре Бай Юнь Фэй смог быстро понять изменения в печати катастрофы. Всякий раз, когда пульс ослабевал, он работал с пламенем, чтобы установить высокую температуру. Бум! Огонь в горне двойного пламени вспыхнул с новой силой. Опаляя пространство вокруг горна, пламя набухало таким жаром, что даже одежда Бай Юнь Фэя начинала гореть. Постепенно пламя погаснет вместе с духовной силой Бай Юнь Фэя. Вскоре он достиг той точки, где пламя в котле окончательно погасло, и семя пламени внутри него вернулось к Бай Юнь Фэю. Небесный огонь выстрелил из котла и снова появился рядом с Бай Юнь Фэем. Очевидно, печать катастрофы была заново выкована. Время пришло. Бай Юнь Фэй осторожно взмахнул правой рукой, и на его ладонь упал красный луч света. Он уставился на него, не отрывая глаз от перекованной печати катастрофы, чтобы изучить новые изменения в духовном предмете. А вроде всегда ж был кирпички причем во всех отношениях. Он его кинул, а потом вытянул. Глава 1260. Представление об апгрейде до плюс 14. Вращаясь в воздухе над ладонью Бай Юнь Фэя, печать катастрофы больше не была формой прямоугольного кирпича. Теперь это была маленькая малиновая печать, которая излучала страшный жар. На этот раз Бай Юнь Фэй решил изменить форму печати катастрофы, чтобы она могла соответствовать своему названию. Конечно, форма духовного оружия была лишь маленькой деталью по сравнению с реальными изменениями. Самое большое изменение, конечно, было в его статистике. Класс предмета. Небесный, средний грейд, элементальное сродство. Огонь, ветер, земля уровень апгрейда. Плюс 13 урон. 5000 дополнительный урон. 11000 духовная совместимость. 100% особый эффект. При атаке существует 5% вероятность вызвать у цели замешательство на срок до 3 секунд. Если удар приходится в голову, то шанс возрастает до 10%. При атаке существует 10% вероятность оглушить цель на срок до 5 секунд. Если удар приходится в голову, то шанс оглушить возрастает до 20%. При атаке существует 50% вероятность подбросить цель в воздух. Эффекты не могут быть сложены. Перезарядка. 5 секунд. Плюс 10 дополнительный эффект. При атаке существует 30% вероятность наложить на цель тлеющие оковы, ограничив ее подвижность на 30% на срок до 10 секунд. Перезарядка. 1 минута. Плюс 12 дополнительный эффект. Позволяет преобразовать духовную силу в защитный барьер из элементальной земли. Чем больше духовной силы задействовано, тем сильнее будет барьер, однако его общая защита не может превышать показателя урона этого предмета. Неэффективно против атак на основе разума. Плюс 13 дополнительный эффект. Позволяет использовать духовную силу для изменения размеров предмета. Урон предмета не изменится, однако свободно можно управлять им на любом расстоянии. Требуется для улучшения. 300 зарядов души. Перековка печати катастрофы привела к тому, что духовное оружие стало духовным оружием небесного класса среднего грейда 1. Ее урон усилился, но самое главное, что отметил Бай Юньфой, это то, что у него больше не было обычного режима и специального режима. И три дополнительных эффекта его обычного режима теперь были как один особый эффект снаряжения. Это было впервые для Бай Юньфая. Это изменение имеет отношение к тому, что его перековывают. Печать катастрофы больше не является духовным оружием с двумя режимами, но надлежащим духовным оружием небесного класса. На самом деле ему было все равно, почему произошли эти изменения. Поскольку ничего плохого не случилось, он счел бессмысленным искать причину этой перемены. Было еще одно изменение, отмеченное Бай Юньфаем в духовном оружии, которое не имело отношения к изменению статистики. Что-то в самой печати катастрофы было не так. Это ощущение было духом. Да, он мог чувствовать дух оружия. Он был слабым, но он определенно был там. Он взглянул на небесный огонь. Я думаю, что могу чувствовать. Ха-ха, ты чувствуешь это? Небесный огонь рассмеялся. Нам это удалось. Дух печати катастрофы был усилен до такой степени, что вы можете почувствовать его. Результат намного лучше, чем я ожидал, на самом деле. Тогда если я смогу поднять его до плюс 14, будет ли печать катастрофы иметь истинный дух? Это возможно и без улучшения, если вы склонны ждать 100 лет, чтобы печать катастрофы естественным образом обрела разум. Я считаю, что если вы улучшите ее, то будет шансов в 60%. 60% Бай Юньфэй пробормотал. Это больше 50%, что означает, что это хороший шанс. Давайте попробуем. Это была просто слишком соблазнительная перспектива. Лично создать регалии, как он мог отказаться? Печать катастрофы начинала как простой кирпич вплоть до этого момента. Но он не будет сожалеть ни о чем, даже если не получится пробудить духа. Даже после опригада до плюс 14 печати катастрофы, был шанс, что он сможет улучшить его до плюс. 15 в будущем, и она определенно станет регалией к этому моменту. Он чувствовал почти нетерпеливое желание улучшить печать катастрофы. Взмахнув левой рукой, он получил камня гарантированного апгрейда плюс 14, который должен был занять его внимание. Уф! Когда он выдохнул, Бай Юньфэй почувствовал, что все лишнее покинуло его разум. Полностью сосредоточившись на своей задаче, Бай Юньфэй поднял печать катастрофы в правой руке к камню гарантированного апгрейда в левой апгрейд. Безезы воздух перед ним загудел, когда невидимая энергия вырвалась из камня гарантированного апгрейда. В тот же миг камень рассыпался в пыль, чтобы попасть в печать катастрофы. Читайте Ронабы специалист по апгрейду из другого мира на Ронабилипру успешный апгрейд. Класс предмета. Небесный, средний грейп, элементальное сродство. Огонь, ветер, земля уровень апгрейда. Плюс 14. Статистика печати катастрофы сразу же всплыла в голове Бай Юньфэя, но это было не то, на что он обращал внимание. Его глаза вспыхнули несколько раз, когда он лежал там, очарованный чувством улучшения. Помимо улучшения печати катастрофы до плюс 14, было кое-что еще, чего ждал Бай Юньфэй. Ощущение процесса апгрейда до плюс 14. Это было возможно, чтобы получить дополнительную информацию о технике улучшения предметов. И поэтому Бай Юньфэй был полностью погружен в это ощущение. Он находился в таком состоянии с тех пор, как камень гарантированного апгрейда превратился в пыль и был потерян для мира. Наполненный ощущением, вызванным энергией при апгрейде, Бай Юньфэй начал испытывать новые ощущения, которых он никогда не испытывал раньше. Это наполняло его энергией, которая заставляла желать большего. Он хотел найти образец этой энергии и источник того, откуда она пришла. Прошло несколько мгновений, пока Бай Юньфэй совершал все необходимые действия по улучшению. Белый свет от камня апгрейда медленно проникал в печать катастрофы и впитывал ее своей энергией. Для Бай Юньфэй эти озарения становились все более трудными. Количество подсказок постепенно уменьшалось, и поэтому Бай Юньфэйу было трудно получить еще больше информации, чтобы сосредоточиться. Пока Бай Юньфэй лежал погруженный в свои мысли, небесный огонь стоял рядом с ним со слабым выражением лица. Он смотрел, как воздух потрескивал от энергии, пока Бай Юньфэй висел в нем, его глаза постоянно сверкали разноцветным светом. Какое сложное количество законов это закон всего, законы плана бытия. Небеса ему удалось ухватиться за один из самых фундаментальных законов. В своем сверхфокусированном состоянии Бай Юньфэй чувствовал, как неописуемая энергия заполняет всю его правую руку. Это было неописуемо, но, как ни парадоксально, он знал, что это означает. Это означало, что апгрейд печати катастрофы был закончен. Призматический свет исчез из его глаз, когда странная энергия исчезла. Он поднял левую руку и сразу же ударил по ускользающей энергии. Его правая рука сняла печать катастрофы. Как молния, он схватил белую полоску и поднес ее к своей теперь уже отодвинутой левой руке, как будто хотел потереть их вместе. Его действия были текучими, как будто он практиковал эту последовательность тысячи раз. Зная, что странная энергия была близка к исчезновению, Бай Юньфэй сосредоточился на ней так сильно, как только мог, прежде чем пробормотать себе под нос. Апгрейд. Странная энергия из прошлого вернулась в его левую руку, чтобы течь прямо в правую. Но он также мог видеть, как странная энергия беспорядочно перемещается, как будто ее быстро дестабилизируют и уничтожают. В тот момент, когда его инстинкты одержали верх над всем остальным, Бай Юньфэй поднял левую руку и взмахнул ею над правой. Успешный апгрейд. Уникальный предмет класс с предмета. Небесный. Нижний грейд. Элементальное сродство. Отсутствует уровень апгрейда. Плюс 13. Дополнительный атрибут. Удача. Плюс 120. Духовная совместимость. 60% особый эффект. Ускорение духовного развития на 60%. Плюс 10. Дополнительный эффект. Удваивает шансы активации всех особых или дополнительных экипированных предметов. 12. Дополнительный эффект. Сбрасывает перезарядку любого эффекта снаряжения обратно к нулю. Перезарядка. 1 час. 13. Дополнительный эффект. Ускорение духовного развития на 300%. Требуется для улучшения. 150 зарядов души. Еще один косяк автора. Он забыл, что уже повысил печать катастрофы и по уровню, в том числе в 1129 главе. Глава 1261. Новая регалия и подавляющий эффект плюс 14. Пробуждение наступило, когда в его сознании появилась статистика его недавно улучшенном снаряжении. Очнувшись от своего оцепенения, Бай Юнь Фэй был вырван из царства, в котором он находился. Уфон глубоко вздохнул, вытирая пот с головы. Это было всего лишь простое движение, но каким-то образом Бай Юнь Фэй смог возобновить ощущения, которые он чувствовал во время апгрейда. Однако эта попытка оставила его совершенно беспомощным. Казалось, что все его тело было лишено энергии. Вторая попытка апгрейда была намного короче первой, но она измотала его еще больше, чем когда он перековал печать катастрофы. Он был потрясен, увидев, что большая часть его духовной силы уже ушла, и поэтому он решил просто сидеть там. Убрав горн двойного пламени, Бай Юнь Фэй активировал одну из своих техник, чтобы лучше восстановить свою духовную силу, и стал ждать. Истощение его резервов было не настолько большим, чтобы это было проблемой для его обычных двигательных навыков, поэтому Бай Юнь Фэй воспользовался моментом, чтобы посмотреть на кулон удачи в своей руке, пока он ждал. Несмотря на усталость, Бай Юнь Фэй был счастлив. Награда с этого момента была очень большой. Ах, точно печать катастрофы. Вытащив печать катастрофы обратно, Бай Юнь Фэй наблюдал, как она вспыхнула к жизни прямо над его правой рукой. Класс предмета. Небесный, средний грейд, элементальное сродство. Огонь, ветер, земля уровень апгрейда. Плюс 14 урон. 5000 дополнительный урон. 25 000 духовная совместимость. 100% особый эффект. При атаке существует 5% вероятность вызвать у цели замешательство на срок до 3 секунд, если удар приходится в голову, то шанс возрастает до 10%. При атаке существует 10% вероятность оглушить цель на срок до 5 секунд, если удар приходится в голову, то шанс оглушить возрастает до 20%. При атаке существует 50% вероятность подбросить цель в воздух. Эффекты не могут быть сложены. Перезарядка. 5 секунд. Плюс 10 дополнительный эффект. При атаке существует 30% вероятность наложить на цель тлеющие оковы, ограничив ее подвижность на 30% на срок до 10 секунд. Перезарядка. 1 минута. Плюс 12 дополнительный эффект. Позволяет преобразовать духовную силу в защитный барьер из элементальной земли. Чем больше духовной силы задействовано, тем сильнее будет барьер, однако его общая защита не может превышать показателя урона этого предмета. Неэффективно против атак на основе разума. Плюс 13 дополнительный эффект. Позволяет использовать духовную силу для изменения размеров предмета. Урон предмета не изменится, однако свободно можно управлять им на любом расстоянии. Плюс 14 дополнительный эффект. При столкновении с другим духовным оружием, есть шанс для этого духовного оружия, чтобы поглотить его и получить один из эффектов в качестве скрытого эффекта. Требуется время, чтобы другое духовное оружие было полностью поглощено, но после того, как оно будет поглощено, получите постоянное увеличение статистики в уроне, пропорциональный урон у другого духовного оружия. Увеличение урона будет зависеть от класса поглощенного духовного оружия. Можно сохранить до 3 скрытых эффектов, причем самый ранний из них будет перезаписан по умолчанию. Любой скрытый эффект может быть удален, но в любой момент времени может действовать только один скрытый эффект. Перезарядка за 1 час до скрытого эффекта может быть заменена снова. 50% шанс успеха поглотить духовное оружие на уровень выше этого духовного оружия. Для каждого уровня больше, чем это оружие, коэффициент успеха падает на 15%. Духовное оружие выше классом не может быть поглощено. Другое духовное оружие не может быть поглощено до тех пор, пока предыдущее не будет полностью поглощено. Скрытый эффект. Нет требуется для улучшения. 300 зарядов души. Вся его личность застыла в тот момент, когда он увидел статистику печати катастрофы. Впервые в жизни он был совершенно шокирован. 30. 30. 0.00 урона. Прошло несколько секунд, прежде чем Бай Юньфой смог прийти в себя. Его голос дрожал, когда он произносил значение показателя урона печати катастрофы, но ему было трудно сделать это. Мало того, что печать катастрофы имела поразительное количество урона, но и дополнительный эффект плюс 14. Поглощение может быть лучше сказать, что это будет поглощение. Никогда Бай Юньфой не мог себе представить, что печать катастрофы будет иметь такой непристойно мощный эффект. Его мысли вернулись к демоническому ядру Дон Фон Мина и тому, как оно было способно пожирать духовное оружие других людей. Он должен был задаться вопросом, была ли какая-то разница между этими двумя, но он был уверен, что демоническое ядро не имело такого мощного эффекта, как дополнительный эффект печати катастрофы плюс 14. Он не только мог уничтожить духовное оружие, но также взял его в себя и забрал как его силу, так и три дополнительных эффекта. Каждый из этих пунктов был умопомрачительным. Читайте Ронабы, специалист по апгрейду из другого мира на Ронабилипру. Кроме того, его формулировка показала, что печать катастрофы не имела границ для своего роста. Он не знал, какова была скорость роста пропорционально духовного оружия, которое он мог поглотить, но со временем печать катастрофы могла бы иметь урон, которую было бы почти невозможно измерить. Бай Юньфа изучал дополнительный эффект плюс 14 с повышенным интересом. Внезапно странный пульс внутри печати катастрофы заставил его очнуться от своих иллюзий. А вот это. На мгновение он растерялся, не понимая, что это за пульс, и начал исследовать его на более близком уровне. Это же, дух. Дух этого духовного оружия. Это был, без сомнения, дух духовного оружия. Теперь все его внимание было сосредоточено на печати катастрофы и духа внутри нее. Пульс, исходящий из центра духовного оружия, становился все сильнее и сильнее, но что еще более важно, он мог чувствовать близость, ощущение от печати катастрофы. Это было чувство, которое казалось почти счастливым видеть его. Да. Это было, без сомнения, чувство разумного существа. Безезезезе. Когда Бай Юньфэй соединился с этим чувством, он увидел, как радостная вибрация появилась из печати катастрофы. Он поднялся из печати катастрофы в виде красного огонька, прежде чем отделить от духовного оружия в виде маленького шара красного света размером с его палец. Бай Юньфэй еще больше разволновался от этого. Он снова повернул голову к небесному огню. Небесный огонь. Начал он. Ха-ха. Ты сделал это, Юньфэй. Это, без сомнения, дух печати катастрофы. Это новорожденный дух, но это, без сомнения, новая регалия. Небесный огонь громко расхохотался над возбуждением Бай Юньфэя. Он удовлетворенно кивнул, довольный тем, что удалось сделать Бай Юньфэю, но сам был чрезвычайно тронут. Прямо перед его глазами была новорожденная регалия, которая никак не могла остаться незатронутой. Регалия. Печать катастрофы действительно стала регалией. Это регалия, которую я лично создал. Само собой разумеется, что Бай Юньфэй был вне себя от радости прямо сейчас. Чувства, которые он испытывал, были слишком сильны, чтобы он мог описать их кому-либо еще. Небесный огонь подождал мгновение, пока Бай Юньфэй придет в себя, прежде чем заговорить. Дух печати катастрофы сейчас довольно слаб. Он как новорожденный младенец. Его чувствительность будет продолжать расти с этого момента, но вам не нужно будет беспокоиться об этом. Ядро, Печатник и Страж смогут позаботиться о нем. Тогда в его глазах появился странный, но выжидательный огонек. А теперь расскажи мне, какой новый эффект получила печать катастрофы, когда она была улучшена. Эффект поглощения он может. Небесный огонь был также поражен, как и Бай Юньфэй, когда он впервые узнал об этом эффекте. Это это слишком сильный эффект. Воскликнул он, когда, наконец, нашел нужные слова. Печать катастрофы – это духовное оружие среднего небесного класса среднего грейда, и она не может поглотить духовное оружие на три уровня выше. Разве это не означает, что есть ли 5% шанс поглотить духовное оружие божественного класса среднего грейда? То есть, внезапно на лице небесного огня отразился страх. Не 5%, а 10%. У меня есть дополнительный эффект, который может удвоить вероятность успеха любого эффекта. Таким образом, печать катастрофы имеет 100% шанс поглотить любое духовное оружие того же класса или ниже, 70% шанс небесного класса верхнего грейда, 40% шанс божественного класса нижнего грейда и 10% шанс поглотить духовный предмет божественного класса среднего грейда. Его внимание было сосредоточено на кулоне удачи, когда он говорил о возможности удвоить показатель успеха. Он был счастлив не только из-за этой печати катастрофы. Его успех с кулоном удачи был также довольно удачной наградой. Апгрейд под влиянием, так сказать, не было чем-то новым для Байюньфоя. Когда-то раньше Байюньфоя смог улучшить кулон удачи с 11 до 12, погрузившись в идею апгрейда. Когда он узнал, как изменить результат апгрейда с помощью метода ручного апгрейда, он смог улучшить кулон удачи с 12 до 13. Нефритовый трон имел только возможность увеличить скорость обучения духовным практикам на 200%, но дополнительный эффект плюс 13 кулона удачи имел возможность увеличить его на 300%. Это тоже было слишком сильным эффектом. В сочетании с его врожденными 60%, Байюньфоя был уверен, что он сможет тренироваться с абсурдной скоростью. Повесив кулон удачи обратно на шею, Байюньфоя взмахнул левой рукой, чтобы достать маленький короткий меч. Класс предмета, небесный, нижний грейд, элементальное сродство, огонь, металл уровень апгрейда, плюс 11 урон, 2200 дополнительный урон, 1500 духовная совместимость, 20% особый эффект, увеличивает урона на 10%, если атака элемента огня, плюс 10 дополнительный эффект, увеличивает урон на 10%, требуется для улучшения 120 зарядов души. Это было обычное духовное оружие небесного класса нижнего грейда, которое не имело очень мощного дополнительного эффекта. В глазах Байюньфоя это было просто еще одно необычное духовное оружие. Держа меч перед собой, Байюньфоя ударил им по печати катастрофы, одновременно активируя дополнительный эффект плюс 14, глава 1262. Огромный рост мощности снаряжения, лязг. Короткий меч с громким металлическим скрежетом ударился о поверхность печати катастрофы. Яркий шар красного света вспыхнул из печати катастрофы и немедленно поглотил короткий меч. Через несколько мгновений свет погас, но короткого меча нигде не было видно. Байюньфоя, однако, чувствовал, что дополнительный эффект плюс 14 действительно активировался, поэтому короткий меч, несомненно, уже должен был быть поглощен печатью катастрофы. Процесс сказался простым, если он вообще существовал. Казалось, что печать катастрофы была в основном сродни бездонной дыре и просто поглощала короткий меч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok